Глава 21. Несколько дней спустя Бартоломео предложил повторить вечер доброго веселья и пения, о котором у них остались такие приятные воспоминания. Что они и сделали. Он знал, что успех у женщин ему обеспечивает не его привлекательная внешность, а умение говорить, остроумие и легкость в общении. Он старался изо всех сил. Он знал, что женщины ценят не иронию и сарказм, а простые шутки и смешные истории. И того, и другого у него в запасе было предостаточно. Смех, которым встречались его остроты, подбадривал его, и он льстил себе мыслью, что никогда еще не был так увлекателен. Однако он позаботился о том, чтобы произвести впечатление не только остряка, но и хорошего, добродушного, уживчивого человека, которому можно довериться и любить которого будет легко. Казалось ли ему, или на самом деле в глазах Аврелии, когда они встречались взглядами, он видел сочувственную нежность, которая давала ему повод думать, что он не безразличен ей. Он и раньше видел это выражение в глазах женщин. Странными они были существами. Им во все обязательно нужно было привносить чувства, и этим ужасно осложнять удовольствие, которое милостивое проведение даровало человеку в компенсацию за изгнание его прародителей из садов Эдема. Но иногда эта их слабость оказывалась весьма удобной. Он мимолетно подумал о Мариете, на которой он женился по договору с ее родителями, и которая теперь так любила его, что не могла выносить расставаний с ним даже на короткое время. Она была хорошей женщиной, и он по-настоящему привязался к ней, но не могла же она рассчитывать, что он будет держаться за ее юбку. Маккевелли был так загружен делами, связанными с его посольством, что в течение нескольких дней после этого вечера он был вынужден отдавать им все свое время. Но через Пьеро он прислал Аврелии, приобретенный у недавно приехавшего из Леванта купца, флакон с розовым маслом, обошедшийся ему в сумму, которую он с великим трудом мог себе позволить. То, что она не отвергла дар, было хорошим знаком. Он поздравил Пьеро с успешным выполнением его поручения, тот очень тактично и умело сумел переправить подарок так, что никто ничего не заметил. Маккевелли дал ему скудо, чтобы он мог продолжать свой роман с Ниной. «Как идут ваши дела, мой мальчик?» — спросил он. «Я думаю, что нравлюсь ей», — сказал Пьеро. «Но она боится этого слуги. Он ее любовник». «Я так и думал. Но пусть это не смущает вас. Если она вас захочет, то найдет способ все устроить». Потом выдался дождливый день. Бартоломео послал к Маккевелли слугу спросить, не найдется ли у него времени прийти и поиграть в шашки. Маккевелли решил, что его работа может и подождать, и пошел. «Бартоломео принял его в своем кабинете. Хотя камина там и не было, жаровня хорошо прогревала воздух». «Я подумал, что здесь играть будет удобнее, чем в обществе двух болтливых женщин», — сказал Бартоломео. Маккевелли пришел в надежде увидеть Аврелию и потому немного расстроился, но ответил достаточно вежливо. «Женщины будут разговаривать, а шашки — игра, требующая сосредоточенности. Они сели играть. И, вероятно, потому что мысли его были заняты другим, Маккевелли, к удовольствию, Бартоломео быстро проиграл». Бартоломео приказал принести вина, и когда оно появилось, и Маккевелли принялся расставлять фигуры для еще одной партии, он откинулся к спинке стула и сказал, «Я попросил вас о любезности прийти ко мне не только ради удовольствия сыграть в шашки, дорогой Никколо. Я хочу спросить у вас совета. Мои советы к вашим услугам. Вы когда-нибудь слышали о святом Виталии?» Слабый вздох облегчения сорвался с губ Маккевелли. Фра Тимотео не обманул его ожиданий. «Странно, что вы спрашиваете об этом. Вы говорите о церкви в Равенне. Там погребены останки этого святого. Не так давно о нем говорила вся Флоренция». «В связи с чем?» «Человеческой глупости нет предела, и наши добрые флорентийцы, которые гордятся своим трезвым умом, безмерно легковерны». Он увидел, что Бартоломео сгорает от нетерпения и подумал, «Помучаю-ка я его». «О чем вы говорите? Эта история так нелепа, что мне и в самом деле неловко ее рассказывать. В соответствии с предначертаниями нашей святой церкви, мои соотечественники в определенных пределах наделены здоровым скептицизмом и не склонны верить в то, что не могут увидеть своими собственными глазами, понюхать или потрогать. Поэтому-то им и сопутствует удача в делах. Может быть. Но разве не удивительно, что время от времени они становятся жертвами самых нелепых суеверий? По правде говоря, я не могу заставить себя рассказать вам историю, которая выставит их в таком смешном свете. «Я сам почти флорентиец, и теперь ни за что не успокоюсь, пока не услышу ее. Слушать вас всегда удовольствие, а в такой хмурый день посмеяться полезно». Ну что ж, факты таковы. Джулиана Делье Альбертелли, гражданин Флоренции, человек состоятельный, в расцвете сил, имеющий прекрасный дом в городе, и красавицу-жену, которую он сильно любит, был бы счастливейшим человеком, но Бог не дал ему детей. И он со скорбью нес этот крест, потому что давно уже смертельно поссорился со своим братом, и не мог выносить мысли о том, что этот человек со своим выводком, визжащих отпрысков в один прекрасный день унаследует все его имущество. Он возил свою жену на воды, отправлялся с нею в паломничество, в различные святые места. Он обращался к врачам и старухам, которые делают вид, что знают тайные травы, способствующие зачатию, но ничто не помогало. Бартоломео, тяжело дыша, слушал так, словно речь шла о его жизни или смерти. Потом один монах, возвращавшийся из паломничества в святую землю, рассказал ему, что по пути домой он останавливался в Равенне, где есть церковь святого Виталия, и что этот святой обладает чудотворной силой излечивать от бесплодия, хотя друзья и пытались отговорить его. Джулиано загорелся желанием посетить святыню, и можно себе представить, как все смеялись, когда он отправился в путешествие, писали и передавали из рук в руки памфлеты. Когда он вернулся назад, людям, встречавшим его, приходилось отворачиваться в сторону, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Через девять месяцев после его возвращения его жена благополучно разрешилась от бремени девятифунтовым мальчикам, и тогда настал черед смеяться для Джулиано. Вся Флоренция была поражена, а самые набожные кричали, что это чудо. На лбу Бартоломео блестели капельки пота. Если это было не чудо, то что же тогда? В этих четырех стенах, мой друг, я могу вам сказать. Я думаю, время чудес прошло, и в этом, несомненно, повинны мы сами, с нашими грехами. Мы больше не достойны чудес, но я должен признать, что этот случай сильно потряс меня. Я только могу повторить вслед за вами. Если это было не чудо, то что же тогда? Я сообщил вам факты, а уж делать из них выводы можете сами. Бартоломео жадно глотнул вина. Макьявелли решил поставить еще одну свечу чудотворной Мадонне фра Тимотео. Его выдумка неплохо послужила ему. Глава двадцать вторая В течение следующей недели Макьявелли владели чувства столь же различные, как краски лоскутного одеяла. То он загорался надеждой, то погружался в уныние, от счастливого ожидания переходил к сердитому разочарованию, то его охватывала лихорадка предвкушения, то бездонное отчаяние. Потому что Бартоломео никак не мог решиться. Он одновременно хотел и боялся ехать. Он напоминал человека, который борется с искушением поставить на карту состояние и разрывается между страхом потерять его и жадностью. Сегодня он собирался ехать, а завтра менял решение. Макьявелли никогда не отличался здоровым желудком, а эта неопределенность еще больше ухудшила его состояние. Он гнал от себя жестокую мысль о том, что когда все уладится, он может оказаться не в состоянии воспользоваться возможностью подготовленной с таким трудом и стоившей таких затрат. Он делал себе кровопускание, принимал слабительное, не ел ничего, кроме жидкой каши. К тому же работы у него было больше, чем обычно. Переговоры герцога с его мятежными кондотьерами подходили к критической фазе, и Макьявелли постоянно приходилось писать письма сеньории, встречаться с агентами, проводить долгие часы во дворце, чтобы поймать свежие новости, посещать влиятельных людей, приезжавших в Имолу от имени своих государств. Но в последний момент Фортуна улыбнулась ему. Бартоломео получил письмо от своего посредника в Равенне, в котором говорилось, что если он немедленно не примет окончательного решения о сделке, переговоры о которой он уже вел какое-то время, то будет принято другое предложение. Это положило конец его колебаниям. Боли у Макьявелли исчезли. На следующий день после разговора с Бартоломео он встречался с фра Тимотео, и монах согласился дать Бартоломео инструкции, предложенные Макьявелли. Чтобы снискать расположение Аврелии, он отправился к одному купцу, которого привлекли в Имолу легкие деньги, и купил пару надушных перчаток, прошитых золотой нитью. Они стоили огромных денег, но он решил, что ради такого случая можно и не экономить. Он послал их с Пьеро, наказав юноше передать дар через Монну Катарину, чтобы у слуги не закралось каких-нибудь подозрений, чтобы все выглядело так, будто он принес ей что-то от своего патрона. В то же время он просил передать Монне Катарине, что хочет переговорить с ней, и встретит ее в церкви в любое удобное для нее время. Он пребывал в приподнятом настроении, когда Пьеро, вернувшись, сообщил ему, что Монна Катарина позвала свою дочь, и та осталась довольно дорогим подарком. Такие перчатки высоко ценились, и маркиза Монтуйская сочла возможным подарить подобные королеве Франции. «Как она выглядела?» — спросил Макьявелли. «Монна Аврелия?» «Она мне, показалось, была рада». «Не будьте глупым, юноша!» «Она выглядела красивой?» «Она выглядела, как всегда, глупее». «Когда Монна Катарина будет в церкви, она придет сегодня к вечерне». Макьявелли остался весьма доволен разговором в церкви с Монной Катариной. «Что за благородное животное, человек!» — рассуждал он по пути домой. «Обладая решительностью, хитростью и деньгами, он может практически все». Сначала Аврелия побаивалась и ни в какую ни о чем таком и слышать не хотела, но понемногу она позволила Монне Катарине убедить себя. «Аргументы на самом деле были вескими», — подумал Макьявелли. «И это было естественно, поскольку он сам изобрел их». Они подкреплялись мягкими и в то же время настойчивыми увещеваниями фра Тимотео. Аврелия была разумной бабенкой. Она не могла не признать, что глупо бояться маленького зла, если оно может обернуться большим добром. В конце концов, она согласилась уступить желаниям Макьявелли, если Бартоломео будет удален на безопасное расстояние. Приняв решение, Бартоломео не видел причин откладывать поездку, и потому в сопровождении своего слуги и конюха в полдень следующего дня он отбыл в Равенну. Макьявелли, как всегда вежливый, зашел попрощаться с ним и пожелать ему удачи в его предприятии. Нина-служанка была отпущена на ночь домой к родителям, и когда она ушла, Макьявелли отправил Пьеро в дом Бартоломео с корзиной свежей речной рыбы, парой жирных коплунов, конфетами от кондитера, оплетенной бутылкой лучшего вина, какое удалось найти в городе. Они условились, что Макьявелли через три часа после захода солнца, в девять часов, когда Серафина уже будет спать, появится у маленькой двери во дворе. Монна-Катарина впустит его, и они поужинают. В подходящий момент она удалится в свою спальню, и Макьявелли останется наедине с предметом своей страсти, но она заставила его пообещать, что он покинет дом задолго до рассвета. Когда Пьеро вернулся, доставив корзину по назначению, он передал последнюю инструкцию Монны-Катарины. Когда церковные часы пробьют девять, она будет ждать у калитки. Чтобы не было никаких сомнений в том, что это Макьявелли, он должен резко стукнуть два раза, подождать мгновение, стукнуть один раз, а после еще одной короткой паузы снова стукнуть дважды. «Вот что значит иметь дело с умудренной женщиной», — сказал Макьявелли. «Она ничего не оставляет на волю случая». Он приказал одному из слуг принести в свою комнату ведро горячей воды и вымылся весь, чего он не делал со дня свадьбы. Он не забыл, что тогда, после этой процедуры, простудился и вполне естественно заразил и Мариетту. Потом он надушился духами, купленными одновременно с розовым маслом для Аврелии. Он надел свое лучшее платье. Поскольку он не хотел портить себе аппетит, перед превосходным ужином, которого ждал с нетерпением, он отказался участвовать в скромной трапезе Серафины, сославшись на то, что идет ужинать с агентом герцога Феррары в гостиницу. Он попытался читать, но был слишком возбужден и не мог читать внимательно. Он побренчал немного на лютне, но пальцы плохо слушались его. Некоторое время он обдумывал диалог Платона, в котором тот к своему собственному удовольствию доказывает, что наслаждение, сопровождаемое болью, есть неполная благодать. Что-то в этой мысли привлекало его, но выпадают мгновения, когда даже философствование оказывается скучным времяпрепровождением. В сердце своем он смеялся, оглядываясь на трудности задуманного им предприятия и на ловкость, с которой он сумел преодолеть их. Отрицать, что он проявил сверхъестественную изобретательность, было бы ложной, недостойной его скромностью. Он не знал никого, кто так ловко сумел бы сыграть на страстях, слабостях и интересах вовлеченных сторон и подчинить их своей воле. Церковные часы пробили восемь. Он позвал Пьеро, собираясь провести оставшийся долгий час за игрой в шашки. Обычно он легко обыгрывал Пьеро, но сегодня он был рассеян, и Пьеро выигрывал партию за партией. Казалось, этот час никогда не кончится, и вдруг часы начали бить. Макьявелли вскочил на ноги, накинул на себя плащ и открыл дверь дома в темную ночь. Он был уже готов шагнуть на улицу, когда услышал топот ног по булыжной мостовой. Он прикрыл дверь и притаился за нею, дожидаясь, когда прохожие, кто бы они ни были, пройдут мимо. Но они не прошли мимо. Они остановились у его двери, и один из них постучал, а так как дверь не была закрыта на засов, она подалась от стука, и пришедшие в свете факелов, которые они держали в руках, увидели Макьявелли. — А, мессер, — Никола, — сказал один из них, в котором Макьявелли сразу же узнал одного из секретарей герцога, — мы пришли за вами. А вы? Вы как раз собирались во дворец? Его светлость желает вас видеть. У него для вас важные новости. И тут Макьявелли отказала его изобретательность. Он не смог придумать никакого предлога, чтобы отказаться от этого приглашения во дворец. Если бы его не застали в таком виде, готовом к выходу, он мог бы сказать, что заболел и не в состоянии идти, но как он может сказать, что у него другие дела, и потом, если у герцога есть важные новости, он обязательно должен узнать их. Они вполне могут иметь отношение к безопасности Флоренции. Сердце его упало. Подождите минуту. Я скажу своему мальчику, что он может не сопровождать меня. В этом нет никакой необходимости. Для вашей безопасности с вами будут посланы люди. Макьявелли прошел в гостиную и закрыл за собой дверь. Слушайте, Пьеро, герцог прислал за мной людей. Я сокращу по возможности наш разговор, сославшись на колики. Монна Катарина должна ждать. Идите к дверям, постучите, как условлено. Скажите ей, что я приду, как только освобожусь. Попросите ее позволить вам подождать во дворе, чтобы вы могли открыть мне, когда я постучу. Хорошо. И скажите, что я огорчен, что я в отчаянии, несчастен, безутешен и выведен из себя. Я вернусь через полчаса. С этим он вышел к ожидавшим его в прихожей. И они пошли во дворец. Его провели в приемную. И секретарь оставил его, сказав, что сообщит герцогу о его прибытии. Макьявелли ждал. Проходили минуты. Пять, десять, пятнадцать. Потом секретарь вернулся и сообщил, что герцог приносит свои извинения, но от папы только что прибыл курьер с письмами, и он закрылся с епископом Эльны и Агапита да Амалия, чтобы изучить их. Он пошлет за Макьявелли, как только закончит. Макьявелли снова остался один. Его терпение подвергалось жестокому испытанию. Он нервничал, раскачивался на стуле, кусал ногти, бродил туда-сюда по комнате. Он волновался. Он раздражался. Он злился. Он возмущался. Наконец, в отчаянии, он выскочил из комнаты и, найдя секретаря, который приходил за ним, ледяным тоном спросил у него, не забыл ли о нем герцог. «У меня колики», — сказал он. «Если герцог не может принять меня, я пойду домой и вернусь завтра». Это просто несчастное стечение обстоятельств. Его светлость, несомненно, не заставил бы вас ждать, если бы не дела чрезвычайной важности. Я полагаю, он хочет сообщить вам что-то жизненно важное для интересов сеньории. Прошу вас, потерпите. Укращая, насколько это было в его силах, свою злость, Макьявелли упал в небольшое кресло. Секретарь стал занимать его разговором, и хотя Макьявелли отвечал односложно и явно не обращал внимания на то, что говорил секретарь, последнего это ничуть не смущало. И только огромным усилием воли Макьявелли подавлял в себе желание сказать этому болтуну, чтобы он придержал свой глупый язык. Он повторял себе, «Если бы только они пришли на минуту позднее, они бы не застали меня». Наконец появился сам Агапита да Амалия и сказал, что герцог готов принять его. Макьявелли заставили ждать целый час. Он сардонически улыбнулся, подумав о Пьеро, стоящем на холоде во дворе, мысль, что страдает не один он, слабо утешала его. У герцога находился его кузен, епископ Эльны. Герцог был настроен благодушно, но сразу же перешел к делу. «Я всегда был откровенен с вами, секретарь, и теперь хочу совершенно открыто изложить свою позицию. Я не удовлетворен изъявлениями доброй воли, которые вы передаете мне по указанию синьории. Папа в любой день может умереть, и если я хочу сохранить за собой мои государства, я должен принимать меры предосторожности. Король Франции мой союзник, и у меня есть армия, но этого может оказаться недостаточно, и потому я хочу подружиться с соседями. Это Болонья, Мантуэ, Феррара и Флоренция». Макьевелли счел, что сейчас не время повторять изъявления в доброй воле, и потому мудро промолчал. «Что касается Феррары, то дружбу герцога я приобрел благодаря его браку с Монной Лукрецией, моей возлюбленной сестрой, благодаря огромному преданному, которое дал ей папа, и приходам, которые мы даровали его брату-кардиналу. Что касается Мантуэ, то здесь мы собираемся сделать две вещи. Во-первых, дать кардинальскую шапку брату Маркиза, за что Маркиз и его брат выплатят 40 тысяч дукатов, а во-вторых, выдать мою дочь замуж за сына Маркиза, после чего 40 тысяч дукатов будут возвращены им в качестве приданного. Мне не нужно говорить вам, секретарь, что взаимные выгоды — самая надежная основа для прочной дружбы». «С этим я не буду спорить, ваша светлость», — улыбнулся Макьевелли. «А Болонья?» Синьор Болоньи Джованни Бентивольо присоединился к восставшим кондотьерам, и хотя его армия отошла от границ герцога, они оставались в состоянии войны. Валентино погладил свою ухоженную, заостренную бородку и коварно улыбнулся. «У меня нет намерений захватывать Болонью. Я только хочу быть уверенным в сотрудничестве этого государства. Я предпочту иметь мессера Джованни в друзьях, чем изгонять его из государства, которое все равно не смогу удержать и захват которого может привести меня к гибели. Кроме того, герцог Феррары отказывается помогать мне, пока я не заключу соглашение с Болоньей». Мессер Джованни подписал договор с мятежниками. «Хоть раз да ваша информация оказалась неверна, секретарь добродушна», ответил герцог, «мессер Джованни придерживается мнения, что договор не защищает его интересов, и он отказался подписать его». «Я веду переписку с его братом, протонотарием, и наши взаимоотношения развиваются к нашему общему удовлетворению. Когда мы придем к соглашению, протонотарий получит кардинальскую шапку или, если он пожелает оставить духовный сан, руку моей кузины, сестры кардинала Борджа. «Наши Соединенные Армии при поддержке короля Франции станут грозной силой, и тогда я буду нужен вашим хозяевам больше, чем они мне. Я не говорю, что я желаю им зла, но обстоятельства изменяют отношения, и если я не буду связан с ними договором, то буду считать себя свободным действовать так, как сочту нужным». Бархатная перчатка скинута, железный кулак обнажен. Макьявелли позволил себе на секунду задуматься. Он знал, что Агапита да Амалия и епископ Эльны внимательно смотрят на него. «Не могли бы вы, ваша светлость, выразиться точнее, чтобы мы определенно знали, чего вы хотите от нас?» — спросил он, вложив в свой голос всю беззаботность, на какую был способен. «Насколько я понимаю, вы уже выработали условия соглашения, святелотцы и Арсини. И еще ничего не подписано, и что касается меня, то я бы вообще ничего не подписывал. «Не в моих интересах уничтожать Арсини, если умрет папа, у меня должны остаться друзья в Риме». Когда Паголо Арсини приезжал навстречу со мной, он, среди прочего, жаловался и на поведение Рамира де Лорке, и я обещал дать ему удовлетворение и сдержу свое слово. Другое дело — Виттеллоццо. «Он — змея, он сделал все, чтобы не допустить улаживания моих разногласий с Арсини. Позвольте попросить вашу светлость выразиться яснее». «Хорошо. Я хочу, чтобы вы написали своим хозяевам, что вполне может случиться так, что король Франции потребует, чтобы они вернули мне кондотту, которую они ни с того ни с сего ликвидировали, и тогда они будут вынуждены подчиниться. Им, несомненно, будет лучше сделать это по своей собственной воле, а не по принуждению». Макьевелли задумался, подбирая аргументы. Он знал, что каждое сказанное им слово чревато тяжелыми последствиями для республики. Когда же он заговорил, он постарался вложить в свой голос всю любезность, на какую был способен. «Ваша светлость действует осмотрительно, накапливая силы и выбирая друзей. Но что касается кондотты, то вашу светлость нельзя поставить на одну доску с кондотьерами, которым и продавать-то нечего, кроме себя и жалкой кучки солдат. «Армия вашей светлости — одна из сильнейших в Италии, и было бы разумнее заключить с вами союз, а не использовать вас как наемника». «Я счел бы за честь такое использование», — любезно ответил герцог. «Послушайте, секретарь, мы, несомненно, можем договориться о чем-нибудь к нашей взаимной выгоде. Я профессиональный солдат, связанный с вашим государством узами дружбы. Ваши хозяева выказывают пренебрежение ко мне, не удовлетворяя мою просьбу. Думаю, я не ошибаюсь, полагая, что могу служить им не хуже других. Осмелюсь заметить, что мое правительство не будет в безопасности, когда три четверти его войска перейдут в наши руки». «Не хотите ли вы сказать, что не доверяете мне?» «Совсем нет», — сказал Макьевелли с хорошо разыгранной горячностью, «но мои хозяева осторожны, и они должны проявлять осмотрительность. Они не могут позволить себе сделать шаг, о котором впоследствии могут пожалеть. Их главное желание — быть в мире со всеми». «Вы слишком умны, секретарь, чтобы не знать, что единственный способ обеспечить мир состоит в том, чтобы быть готовым к войне. Я не сомневаюсь, что мое правительство принимает необходимые шаги. Взяв на службу других кондотьеров, — резко спросил герцог, — именно эту возможность и искал Макьевелли. Он знал, что Валентино подвержен внезапным приступам гнева, а дав выход своим чувствам, он, возможно, с презрением отпустит предмет, вызвавший этот приступ. Макьевелли слишком уж хотел удалиться, и потому не придавал особого значения тому, что герцог может разгневаться. «У меня есть все основания полагать, что именно это и входит в их намерение». К его удивлению, герцог рассмеялся. Он поднялся со стула и встал спиной к огню. Ответил он абсолютно беззлобно. Неужели они полагают, что можно сохранить нейтралитет в складывающейся теперь неопределенной ситуации? Не сомневаюсь, у них больше здравого смысла. Когда два соседних государства начинают войну между собой, то из них, которые рассчитывают на вашу помощь, будет считать вас обязанным разделить его судьбу, а если вы останетесь в стороне, оно не забудет этого. Другое же будет презирать вас за нерешительность и отсутствие мужества. Для одной стороны вы бесполезный друг, а для другой враг, которого можно не бояться. Нейтралитет – это положение, при котором можно помочь либо одной, либо другой стороне. А в конце концов вы оказываетесь в ситуации, когда обстоятельства вынуждают вас присоединиться к драке, в которой сначала вы не пожелали принять участие смело и благородно. Поверьте мне, всегда мудрее встать на одну или другую сторону, потому что один или другой одержит победу, и тогда вы окажетесь жертвой победителя. Потому что никто не придет к вам на помощь, вы не даете повода к тому, чтобы у кого-нибудь возникло желание защищать вас, и никто и не сделает этого. Победителю не нужны друзья, которым нельзя доверять, а побежденный ничего не сделает для вас, даже если и будет в состоянии, потому что вы не пришли к нему на помощь, когда могли спасти его. В настоящий момент у Макьявелли не было никакого желания выслушивать изыскание о нейтралитете, он только надеялся, что герцог на этом и закончит. Но герцог не закончил. Каковы бы ни были опасности войны, опасности нейтралитета всегда серьезнее. Из-за него вы становитесь объектом ненависти и презрения, и рано или поздно вы падете жертвой первого, кто сочтет, что ему полезно уничтожить вас. Если же вы отважно присоединяетесь к одной из сторон, и эта сторона побеждает, то даже если мощь ее так велика, что у вас могут быть основания побаиваться ее, она находится в долгу перед вами и связана с вами узами дружбы. Вашей светлости, вероятно, часто приходилось сталкиваться с ситуацией, в которой человек испытывает такую сильную благодарность к другому, что десять раз подумает, прежде чем использовать свою силу за его счет. Победы никогда не бывают окончательными, и победитель не может себе позволить охладеть к своему другу, в его интересах относиться к нему по справедливости. А если сторона, к которой вы примкнули, проиграет, тогда вы тем более ценны для вашего союзника. Он помогает вам изо всех сил, и вы разделите с ним успех, который в любой момент может вернуться к нему. С какой стороны не посмотришь нейтралитет, это ошибка. Вот все, что я могу вам сказать. Вашим хозяевам полезно будет выслушать маленький урок по политике, который я счел нужным преподать вам. С этими словами герцог погрузился в кресло и вытянул руки к огню. Макьевелли, поклонившись, хотел было выйти, но герцог повернулся к Агапито да Амалия. «Вы уже сообщили секретарю, что его друг Боанаротти задерживается во Флоренции и пока не приедет?» Агапито покачал головой. «Я не знаю этого человека, ваша светлость», — сказал Макьевелли. «Знаете. Скульптор». Герцог смотрел на него насмешливым взором, и Макьевелли вдруг понял, о ком он говорит. Он написал своему другу Бьяджо письмо, в котором просил денег, и получил от него ответ, из которого узнал, что Бьяджо посылает деньги с Микеланджело, скульптором. Это имя ничего не говорило ему, но из слов герцога следовало, то, что его вещи обыскивали, явно не без помощи Серафины. И он поздравил себя с тем, что прятал важную корреспонденцию в надежное место. У себя в комнате он держал только маловажные бумаги, но среди них было и письмо Бьяджо. «Во Флоренции много каменотесов, ваша светлость», — холодно сказал он, «я не могу знать каждого». Этот Микеланджело не без таланта. Он вырубил Купидона из мрамора и закопал его, а когда статую нашли, ее приняли за античную. Кардинал Ди Сан-Джорджо приобрел ее, но когда обнаружил обман, вернул ее дельцу, и она, в конце концов, попала ко мне. Я послал ее в подарок Маркизе Монтуйской. Валентино говорил шутливым тоном, но у Макьявелли по непонятным для него самого причинам создалось впечатление, что его дурачат. Он был вспыльчив, как и всякий высокочувствительный человек, и его раздражение взяло верх. Он готов был оскорбить герцога, если это только дало бы ему свободу, и он смог бы отправиться, куда собирался. Уж не хочет ли ваша светлость заказать себе статую, которая сможет сравниться с той, что сделал Леонардо для герцога Миланского? Пущенная стрела просвистела в воздухе, и секретари, вздрогнув, посмотрели на герцога, чтобы увидеть его реакцию. Огромная конная статуя Франческо Сфорца, которую многие считали одной из лучших работ, Леонардо, была уничтожена солдатами, когда маршал Тревульцио захватил город, а сын Франческо, Лодовико Ильморо, который и заказывал статую, сам, как и Цезарь Борджо, узурпатор, изгнанный из Милана, содержался теперь пленником в замке Локес. Замечание Макьявелли неизбежно должно было напомнить Валентину о том, как опасно его положение и в какую бездну он может упасть, если фортуна отвернется от него. Герцог рассмеялся. Нет, у меня для этого Микеланджело более важный заказ, чем статуя. Укрепления этого города ничего не стоят, и я хочу заказать ему проект новых, но вы говорили о Леонардо, и я хочу показать вам рисунки, которые он сделал с меня. Он подал знак одному из секретарей, тот вышел и вскоре вернулся с портфелем, который передал герцогу. Герцог принялся один за другим показывать Макьявелли рисунки. «Если бы вы не сказали, что это портреты вашей светлости, я бы никогда не догадался об этом», сказал Макьявелли. «Бедный Леонардо! Бог не дал ему дара передавать сходства, но я уверен, что сами по себе они не лишены достоинств. Может быть, но мне представляется прискорбным, что он тратит свой талант на картины и статуи». «Могу вас заверить, у меня на службе этим он заниматься не будет. Я послал его в Пьомбино осушать болото, а недавно он был в Чезанеи и Чезантико, рыл там каналы и оборудовал гавань». Он отдал рисунки секретарю и снисходительным жестом, которому, как язвительно отметил про себя Макьявелли, мог бы позавидовать и король Франции отпустил его. Агапита да Амалия проводил Макьявелли из кабинета герцога. За месяц своего пребывания в Имоле Макьявелли не раз предпринимал попытки завоевать доверие первого секретаря. Он происходил из знатной римской семьи Колонна, смертельно враждовавшей с Орсини, и потому можно было считать, что он испытывает до некоторой степени дружеские чувства к флорентийцам, врагами которых были Орсини. Время от времени он предоставлял Макьявелли информацию, которую тот, исходя из своего опыта, принимал как подлинную или ложную. Теперь, проходя по залу, который использовался для торжественных приемов, Агапита да Амалия взял Макьявелли под руку и сказал, «Уже поздно, и я не здоров, я зайду завтра». Как хотите, я хотел показать вам статьи договора между герцогом и заговорщиками. Сердце Макьявелли упало, он знал, что этот документ доставлен в Эмолу и предпринимал тщетные попытки увидеть его. Этот документ был чрезвычайно важен для сеньории, и они в письмах пеняли ему за отсутствие усердия. Было бесполезно говорить им, что он посылает им информацию о всех событиях, которые становятся известны ему, но двор герцога надежно хранит тайны, и никто не знает, что на уме у герцога, пока не приходит время действовать. В этот момент пробили часы. Он заставил Аврелию ждать уже два часа. Жареная рыба будет испорчена, жирные каплуны сгорят до углей, а он был голоден, он ничего не ел сам в утро. Говорят, что голод и любовь — два самых сильных человеческих инстинкта. И разве можно упрекать человека за то, что он не в силах противиться им? Макьявелли вздохнул. На карту была поставлена безопасность Франции, ее свобода была под угрозой. «Ну что ж, идемте», — сказал он. Он с горечью подумал, что никто еще не приносил таких жертв ради своей страны. Агапита провел его по лестнице, отперт дверь и впустил в маленькую комнату с кроватью вдоль одной стены комнату тускло освещала масляная лампа. От лампы он зажег сальную свечу и предложил Макьявелли стул. Потом сел за стол сам. На столе в беспорядке лежали бумаги. Откинувшись назад, он удобно скрестил ноги. У него был вид человека, который не знает, куда девать время. Я не мог дать вам копию раньше по причине, о которой еще скажу, и по той же причине я не дал копию агенту герцога Феррары или кому бы то ни было. Герцог и Паголо Арсини составили проект, который устраивал их обоих, и сеньор Паголо взял его с собой, чтобы показать кондотьерам с тем, что если они согласятся, то от имени герцога согласится и он. А герцог уполномочил его на это. Но когда он отбыл, герцог еще раз перечитал документ, и ему показалось, что нужно включить еще одну статью, принимающую во внимание интересы Франции. Маккевелли вначале слушал нетерпеливо, потому что хотел увидеть соглашение и, если возможно, получить его и удалиться, но теперь он был весь вниманием. Статью соответствующим образом составили, и герцог приказал мне скакать следом за сеньором Паголо и сказать ему, что если статья не будет принята, герцог не подпишет договора. Я догнал его, но он наотрез отказался принять эту статью, однако после обсуждения сказал, что покажет ее остальным, но считает, что и они тоже не примут ее, и тогда я вернулся назад. В чем суть статьи? В голосе Агапито слышался смешок, когда он отвечал Макьявелли, если она будет принята, она откроет окно, через которое мы сможем ускользнуть от соглашения, а если не будет, то перед нами откроется дверь, через которую мы сможем выйти в полный рост. Мне представляется, что герцога больше интересует месть тем, кто угрожал его безопасности, чем мир. Вы можете не сомневаться в том, что герцог никогда не позволит своим эмоциям вмешиваться в свои дела. Вы обещали показать мне соглашение, вот оно. Макьявелли с нетерпением прочел его. По условиям договора герцог и заговорщики обязывались впредь жить в мире, согласии и союзе. Кондотьеры должны были остаться в его подчинении за ту же, что и раньше плату, а в знак доброй воли каждый из них должен был отдать ему в залог по одному из своих законных сыновей. Но при этом было оговорено, что в лагере герцога одновременно не должно находиться более одного кондотьера, да и то на срок не больше, чем он сам того пожелает. Со своей стороны они соглашались возвратить ему Урбино и Камерино, а он в ответ обязывался защищать их государство от кого бы то ни было, за исключением его святейшества Папы и его величества короля Франции. На включении этого пункта и настаивал Валентино. И именно этот пункт, как сказал Агапито и, как было ясно, даже грудному младенцу, выхолощивал всю суть договора. Бентиволье из Болоньи и Петруччи из Сиены подписывали сепаратное соглашение с папой. Макьявелли, нахмурившись, перечитал договор. Неужели они верят, что герцог простит их? — воскликнул он, закончив читать. Как можно надеяться, что герцог забудет, чем они грозили ему? Когда Юпитер хочет погубить кого-нибудь, он сначала отнимает рассудок, с веселой улыбкой процитировал Агапито. Вы позволите мне взять этот документ, чтобы снять с него копию? Я не могу выпустить его из рук. Я обещаю вернуть его завтра. Это невозможно. Герцог в любую минуту может потребовать его. Герцог не перестает уверять меня в своих искренних дружеских чувствах к Флоренции. Моему правительству крайне важно ознакомиться с этим документом. Поверьте мне, вы не найдете их неблагодарными за любую услугу, которую сможете оказать. Я слишком долго занимался политикой, чтобы рассчитывать на благодарность государей и правительств. Макьявелли продолжал оказывать на него давление, и, наконец, Агапито сказал, вы знаете, что я готов на многое, чтобы услужить вам. Мое уважение к вашему уму может сравниться разве что с моим восхищением вашей неподкупностью. Я иду на это с предчувствием дурных последствий. Я позволю вам снять копию с документа здесь. Макьявелли тяжело вздохнул. На это потребуется полчаса, а время уходит. Какой любовник попадал когда-нибудь в столь щекотливое положение, но ему не оставалось ничего другого, только покориться. Агапито освободил ему место за столом, дал лист бумаги и новое перо. Он улегся на кровать, а Макьявелли принялся переписывать с такой скоростью, на какую только был способен. Написав последнюю строчку, он услышал, как часовой прокричал полночь, и сразу же вслед за этим ударили церковные часы. Двенадцать. Агапито спустился вместе с ним вниз. Когда они оказались во дворе, помещавшемся в центре дворца, Агапито подозвал двух стражников с факелами и приказал им проводить Макьявелли до дома. Лил холодный дождь, ночь стояла промозглая. Когда они добрались до дома, Макьявелли отпустил солдат, поблагодарив их, и отпер дверь. Внутри он дождался, когда смолкли звуки шагов, и выскользнул еще раз на улицу, закрыл за собой дверь. Он пересек проход и постучал условным стуком, ответа не последовало. Он постучал еще раз, дважды, пауза, один раз, потом еще два раза, подождал. В узкой аллейке гулял холодный ветер, струи дождя стекали по его лицу, и хотя он был хорошо завернут в плащ, а шарф предохранял его от вредного ночного воздуха, он дрожал от холода. Неужели женщины устали ждать? Но где же Пьеро? Он приказал ему ждать его возвращения во дворе, а Пьеро никогда еще не подводил его. Пьеро должен был объяснить, почему он задерживается, и в конце концов его приход, хотя и по другим причинам, был не менее важен и для этих двух женщин. По пути из дворца он заметил, что окна в доме по фасаду не светились, и теперь решил, что нужно бы посмотреть, есть ли свет со двора. Постучав еще раз и снова безрезультатно, он вернулся в свое жилье и поднялся в спальню, откуда был виден двор дома Бартоломео и выходившие в него окна. Темнота. Он выглянул в непроницаемый мрак. Может быть, Пьеро ушел на минуту выпить стакан вина, чтобы согреться, а теперь снова вернулся на свой пост. Макьявелли снова вышел в жестокую холодную ночь. Он стучал, он ждал, он стучал, он ждал, он стучал, он ждал. Его руки и ноги превратились в лед, зубы стучали. «Я схвачу смертельную простуду», пробормотал он. Внезапно его охватил приступ гнева, и он чуть было не принялся колотить в дверь обоими кулаками, но благоразумие остановило его. Он ничего не добьется, перебудив всех соседей. Наконец, ему не осталось ничего другого, как прийти к выводу, что они перестали его ждать и отправились спать. Он повернулся и расстроенный пошел к себе. Он продрог, был голоден и горько разочарован. «Если я не схвачу смертельную простуду, то уж колики у меня завтра наверняка будут». Он пошел на кухню, чтобы найти что-нибудь поесть, но Серафина покупала еду только на один день по утрам, и если что-нибудь оставалось, то запирала под замок, и потому он ничего не нашел. Жаровня из гостиной была унесена, и там стоял лютый холод, но даже утешения в виде сна у него еще не было. Он должен был сесть и написать отчет о разговоре с герцогом. У него это отняло немало времени, потому что самое важное он должен был зашифровать. Потом ему нужно было сделать читаемую копию с договора и приложить ее к письму. Закончил он только к раннему утру. Послание было срочным, и он не мог ждать, когда подвернется оказия, которой можно доверить доставку за один или два золотых флорина, поэтому он с трудом взобрался наверх, где спали его слуги, разбудил и приказал более надежному оседлать лошадь и быть готовым отправиться в путь, как только откроют ворота. Он дождался, когда слуга оденется, выпустил его через парадную дверь и только тогда наконец отправился в постель. И эта ночь должна была быть ночью любви, свирепо пробормотал он, натягивая до ушей ночной колпак. Глава двадцать третья Спал он беспокойно. Проснулся поздно и обнаружил, что худшие его опасения оправдались. Он простудился. И когда, подойдя к дверям, позвал Пьеро, голос его прозвучал, как карканье старого ворона. Появился Пьеро. Я заболел, простонал он. У меня лихорадка. Наверное, я умираю. Принесите мне горячего вина и чего-нибудь поесть. Если я не умру от лихорадки, то умру от голода. Принесите жаровню, я продрог до костей. Куда, черт возьми, вы пропали вчера ночью? Пьеро собрался был ответить, но Макьявелли не дал ему открыть рот. Пусть вас это пока не беспокоит. Потом, потом, принесите мне вина. Выпив и поев, он почувствовал себя немного лучше. Он мрачно выслушал объяснение Пьеро, который рассказал, что провел во дворе больше часа, как и приказал ему Макьявелли. Он ждал, хотя из-за дождя промок до нитки. Он ждал, хотя Монна Катарина приглашала его войти в дом. Вы объяснили им, что произошло? Я передал все в точности, как вы просили мессера. А что сказали они? Они сказали, что им очень жаль. Они сказали, что им жаль? Гневно прокаркал Макьявелли. Боже мой, подумать только, ведь всемогущий Господь создал женщину, чтобы она была опорой мужчины. Они сказали, что им жаль. Что бы интересно, они сказали в связи со смертью Гектора или падением Трои. Наконец они заставили меня зайти под крышу, у меня зуб на зуб не попадал. Они сказали, что услышат ваш стук с кухни, они заставили меня снять плащ и просушиться у огня. А рыба и коплуны? Мы держали их горячими, но наконец Мона Катарина сказала, что так они только испортятся, и потому их нужно съесть. Мы были голодны? Я умирал с голоду. Мы оставили вам кое-что, немного рыбы и половину цыпленка. Как вы заботливы! Мы слышали, как часы пробили раз, потом еще раз, и тогда Мона Аврелия пошла спать. Пошла куда? прошипел Макьявелли. Мы пытались уговорить ее подождать еще немного, мы сказали, что вы появитесь, через минуту. Она ответила, что два часа ожидания достаточны для любого мужчины. Она сказала, что если дела значат для вас больше удовольствий, то особых удовольствий ждать от близости с вами не приходится. А нон секьютур. Одно не вытекает из другого. Латынь. Она сказала, что если бы вы действительно любили ее так, как говорили об этом, то нашли бы предлог прервать разговор с герцогом. Мы пытались разубедить ее, как будто женщину можно разубедить, но она ничего не хотела слушать, и тогда Монна Катарина сказала, что ждать дальше мне не имеет смысла, а она дала мне еще глоток вина и отпустила. Тут Макьявелли подумал, что у Пьера не было ключей, и он не мог без него войти в дом. А где вы провели ночь? Юноша улыбнулся ему лукавой, довольной улыбкой. С Ниной? Значит, вы провели ночь с большей пользой, чем я, мрачно сказал Макьявелли. А я думал, она ушла ночевать к родителям. Она только так сказала Монне Катарине. Мы все заранее устроили. Она сняла комнату на ночь у Барберины, а я должен был прийти к ней, как только освобожусь. Барберина была сводней с хорошо организованным и почтенным делом в Эмоле. Несколько минут Макьявелли хранил молчание. Он был не из тех людей, что легко смиряются с поражением. Послушайте, Пьеро, сказал он, хорошенько поразмыслив, этот самый осел Бартоломео вернется только к вечеру. Мы должны действовать быстро. Вы помните, что когда Юпитер пожелал завоевать благосклонность прекрасной Данайи, он пробрался к ней в виде золотого дождя. Идите к купцу Луке Капелли, у которого я купил перчатки, что послал Монне Аврелии, и пусть он даст вам шарф из голубого шелка с серебряным шитьем, который показывал мне. Скажите, что я заплачу, как только прибудут деньги из Флоренции, потом отнесите шарф к Монне Катарине и отдайте его для Аврелии, да не забудьте сказать, что я умираю от любви и простуды, которую схватил, дожидаясь у дверей, но что как только я поправлюсь, мы встретимся, и я изобрету новый план, чтобы удовлетворить желания Монны Аврелии и мои собственные. Он нетерпеливо ждал возвращения Пьеро и известий, которые он принесет. Ей понравился шарф, сказал Пьеро, она сказала, что он хорош, и спросила, сколько он стоит, когда я ей ответил, он стал ей нравиться еще больше. Вполне естественно, что еще? Я сказал ей, что вы никак не могли уйти из дворца, а она сказала, что это не имеет никакого значения, и вы не должны больше беспокоиться. Что? В бешенстве воскликнул Макьевелли. Женщины действительно самые безответственные существа в мире. Неужели она не понимает, что от этого зависит все ее будущее? Вы сказали ей, что я целый час простоял под дождем? Да, она сказала, что это было очень неблагоразумно. Как можно ждать благоразумие, от любовника? С таким же успехом можно просить успокоиться море, когда на нем гуляют злые ветры небес. И еще Мона Катарина сказала, она надеется, что вы позаботитесь о себе. Глава двадцать четвертая Макьевелли несколько дней провел в постели, но с помощью слабительного и кровопусканий он выздоровел и как только встал на ноги отправился искать фра Тимотео. Он поведал ему трагическую историю, монах выразил сочувствие. «А теперь», сказал Макьевелли, «давайте объединим наши усилия и придумаем способ еще раз избавиться от нашего доброго Бартоломео». «Я сделал все, что мог, мессерэ, больше я ничего не могу, святой отец. Когда наш прославленный герцог напал на город Форли, приступ был отбит, но он не снял из-за этого осады, он пошел на всевозможные военные хитрости, какие подсказал ему его ум и вынудил их к сдаче. Я видел мессерэ Бартоломео, он сделал все точно в соответствии с моими инструкциями и теперь убежден, что вмешательство святого Виталия было действенным, он уверен, что монна Аврелия зачела в ночь его возвращения из Равенны. Этот человек осел». «Хотя я и монах, я не так уж невежествен и прекрасно знаю, что прежде чем станет известно, прав он или нет, должно пройти какое-то время». В Мак-Явелле нарастало раздражение. Монах совсем не горел желанием помочь ему, а он рассчитывал на его помощь. «Ну-ну, святой отец, не делайте из меня осла». «Какой бы чудотворной силой не обладали мощи святого, мы знаем, что излечить от бесплодия он не может. Я сам придумал эту историю, и вы не хуже меня знаете, что в ней нет ни слова правды». Фра Тимотео вежливо улыбнулся, а когда ответил, голос его был полон елея. «Неисповедимы пути господни, кто может знать промысел предвечного? вы когда-нибудь слышали историю святой Елизаветы Венгерской?» Ее жестокий муж запретил ей оказывать помощь страждущим. Однажды, неся корзину с хлебами для бедных, она встретила его на улице. Подозревая, что она ослушалась его, он спросил, что у нее в корзине, и, испугавшись, она ответила, что там розы. Он выхватил корзину из ее рук и, открыв ее, увидел, что она сказала правду. Хлебы чудом превратились в благоухающие розы. «Эта история поучительна», — холодно сказал Макьевелли, «но в чем ее мораль?» Разве не могло случиться, что святой Виталий, услышав в раю обращенные к нему молитвы набожного Бартоломео, был тронут наивной верой этого доброго человека и совершил для него чудо, которое, как вы его уверили, совершал уже не раз? Разве Святое Писание не говорит нам, что, имея веру, мы можем двигать горы? Если бы Макьевелли не умел великолепно владеть собой, он бы дал волю своему гневу, он прекрасно понимал, почему монах отказывает ему в дальнейшей помощи. За двадцать пять дукатов он сделал то, о чем они договорились, и план не увенчался успехом ни по его вине. Он хотел еще денег, а у Макьевелли их не было. Цепочка, которую он подарил, Монне Катарине, перчатки, розовое масло, которое он купил для Аврелии, потребовали всех его свободных денег. Он задолжал Бартоломео нескольким купцам. Денег, которые он должен получить от Синьории, едва хватит только на текущие расходы. Теперь ему нечего было предложить, кроме обещаний, но у него было подозрение, что обещаниями от фра Тимотео ничего не добьешься. «Ваша красноречия и ваша вера, святой отец, подтверждают хорошие отзывы, что я слышал о вас, и если мое рекомендательное письмо Синьории произведет то действие, которого мы оба желаем, то я уверен, это принесет духовную пользу народу Флоренции». Монах с достоинством поклонился, но Макьявелли понял, что ничего этим не достиг. Он продолжал, «Мудрый человек не кладет все яйца в одну корзину. Если один план не удается, он опробует другой. Не будем забывать о том, что если надежды Бартоломео не оправдаются, он усыновит племянников и тем нанесет вред своей жене и тёще, что приведет к потерям для вашей церкви. Это обернется несчастьем для нас, и мой христианский долг будет состоять в том, чтобы убедить всех причастных нести это с достоинством. Говорят, что Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Вы не нашли меня неблагодарным в прошлом, я буду щедр и в дальнейшем. Ожидания Бартоломео должны оправдаться не только в ваших интересах, но и в интересах двух дам. слабая улыбка на мгновение осветила римские черты фра Тимотоео. Вы знаете, что я готов на многое ради человека столь выдающегося, но есть ли надежды нашего доброго Бартоломео не не оправдаются, то, как вы полагаете, сможем мы рассчитывать на помощь Бога, помогая себе сами? Макьявелли внезапно пришла в голову мысль, она так понравилась ему, что он чуть было не рассмеялся, святой отец, вам, как и всем остальным, время от времени приходится принимать слабительное, предположим, вы принимаете на ночь алоэ, вы, конечно, уже обнаружили, что оно действует эффективнее, если по утрам вы принимаете еще и соли, не кажется ли вам, что результат паломничества Бартоломео к святому Виталию будет более осязаем, если он совершит еще одно времени, например, что потребует еще одной 24-часовой его отлучки? Вы такой изобретательный человек, мессер, что я не могу не восхищаться вами, но эта ваша выдумка опоздала. Может быть, мессер Бартоломео и осел, но я был бы еще большим ослом, чем он, если бы считал его большим ослом, чем он есть на самом деле. Ваше влияние на него огромное, тем более мне не хочется потерять его. Значит, я не могу рассчитывать на вашу помощь, я не говорю этого. Подождите месяц, и мы еще раз поговорим на эту тему. Для любовника месяц целый век. Не забывайте, что патриарх Яков семь лет ждал Рахиль. Макьявеля прекрасно понимал, что монах издевается над ним, он и пальцем не пошевельнет, пока Макьявеля не сможет предложить ему плату за труды. Он негодовал, но знал, что покажи он свое раздражение, и все будет кончено. Сдерживая свой гнев, он церемонно простился с монахом, но попросил его принять флорин на свечку для алтаря чудотворной Мадонны в исполнении желаний Бартоломео «Поражение, принятое стоически, не отравляет существование». Глава 25 Единственная его надежда состояла в том, чтобы заручиться поддержкой Монны Катарины. Он не сомневался, что разочарование, постигшее ее в связи с происшествием, которое расстроило их хорошо продуманные планы, было сильным, не менее сильным, чем его, потому что для него речь шла только об удовлетворении желания с хорошенькой бабенкой, тогда как для нее на карту было поставлено будущее. На монаха он больше не мог рассчитывать, но в ней имел заинтересованного союзника, а на такого союзника всегда можно положиться. Он был твердо убежден в хитрости и изобретательности ее пола. Для женщин обман хлеб насущный, а сделать все возможное для притворения в жизнь их плана было к ее явной выгоде. Он решил встретиться с ней. Уединенный образ жизни, который вели две женщины, сильно затруднял осуществление этого замысла, но, к счастью, у него был Пьеро, которого можно было использовать как посредника. Он поздравил себя с дальновидностью, которую проявил, когда побудил юношу завести интрижку с Ниной. На следующий день он купил на рынке превосходную рыбу и послал ее с Пьеро в дом Бартоломео в то время, когда, как ему было известно, толстяк ушел по делам в город. Он надеялся, что ему повезет и Пьеро сможет поговорить с Монной Катариной наедине и та назначит ему встречу. Пьеро, как и обычно, в точности исполнил его поручение и, вернувшись, сообщил своему патрону, что Монна Катарина после некоторых колебаний согласилась встретиться с ним в такой-то час через три дня в церкви святого Доминика. Место встречи она выбрала искусно. Вне всяких сомнений, женская интуиция подсказала ей, что доверять фра Тимотео больше нельзя и нельзя, чтобы он видел их вместе. Макьявелли пошел к святому Доминику без всякого плана, но это не беспокоило его. Он не сомневался, что Мона Катарина сумеет придумать что-нибудь. Единственное его опасение состояло в том, что это может потребовать слишком больших расходов. Ну что ж, если и так он снова возьмет в долг у Бартоломео, в конце концов, разве не справедливо, что он должен платить за услугу, которую Макьявелли готов оказать ему? В церкви не было ни души. Макьявелли рассказал Моне Катарине, как получилось, что он не смог прийти в назначенное время, и как он стоял у дверей под дождем, и как он жестоко простудился. Я знаю, я знаю, сказала Мона Катарина. Пьеро рассказал нам, и мы были очень огорчены. Аврелия все время повторяла, бедный господин, если он умрет, это будет на моей совести. У меня не было намерений умирать, сказал Макьявелли, и если бы я оказался у самых райских врат, то мысли об Аврелии вернули бы меня на землю. Нам очень не повезло. Лучше не думать о прошлом. Я поправился, я полон сил, давайте думать о будущем. Наш план провалился, мы должны составить другой. Вы умная женщина, и я не могу поверить, что у вас не найдется каких-нибудь способов удовлетворить все наши желания. Мессер Николо, я не хотела приходить сюда сегодня, я пришла только потому, что меня упросил ваш Пьеро. Он говорил, что вы колебались, я никак не мог понять, почему. Никто не любит сообщать дурные известия. Что вы хотите сказать, воскликнул Макьевелли, не может быть, чтобы у Бартоломео появились какие-то подозрения. Нет, нет, дело не в этом, дело в Аврелии. Я пыталась убедить ее, я стояла перед ней на коленях, но я ничего не могу с ней поделать. Ах, мой бедный друг, дочери теперь не те, что были во времена моей юности, им тогда и в голову не приходило, что они могут ослушаться родителей. Не бродите вокруг да около женщина, скажите, что вы имеете в виду. Аврелия отказывается, она не сделает того, что вы хотите. Но вы рассказали ей о возможных последствиях, вы сообщили ей, каким будет ее и ваше положение, если Бартоломео усыновит детей своей сестры и Монна Констанца станет хозяйкой в доме. Я ей все объяснила. Но в чем причина? Даже женщина должна как-то уметь объяснять свои поступки. Она считает, что проведение своим вмешательством не дологей совершить смертный грех. Грех? воскликнул Макьявелли, в волнении, забыв о приличиях, подобающих святому месту, где они беседовали. Не сердитесь на меня, мессер Никола. Мать не должна заставлять дочь действовать против совести. При всем к вам уважении, Мадонна, должен сказать, что вы порете ужасную чушь. Вы женщина опытная, а она еще не знающая жизни девушка. Ваш долг состоит в том, чтобы объяснить ей, что из двух зол не только разум, но и небеса требуют выбирать меньшее. Кто в здравом уме откажется совершить малый грех, и причем такой, который несет большие удовольствия, чтобы добиться большого добра. Это бесполезно, мессера, я знаю свою дочь, она упряма как ослица, если она приняла решение, ничто не может переубедить ее. Она просила меня сообщить вам, что в память об интересе, который вы проявили к ней, она всегда будет хранить замечательные перчатки и шелковый шарф, что вы ей подарили, но больше ваших даров она не примет и просит вас ничего не присылать ей. Она желает, чтобы вы не предпринимали прямых или косвенных попыток увидеть ее. Я же со своей стороны всегда буду с благодарностью вспоминать вашу доброту, и мне бы только хотелось хоть чем-нибудь скрасить ваше разочарование. Она помолчала секунду, но Макьявелли ничего не ответил. Мне не нужно говорить человеку вашего ума и опыта, что женщины капризны и непостоянны. Если выбрать подходящий момент, то даже самая скромная из них даст себя в объятия любовника, но если момент упущен, то даже распутница отвергает их. Я желаю вам всего наилучшего. Монна Катарина отвесила ему поклон, в котором посторонний, в зависимости от его проницательности, мог бы увидеть издевку, негодование или любезность и удалилась. Макьевелли ничего не мог понять. Глава двадцать шестая Несмотря на все попытки, предпринятые им в течение следующего месяца, еще раз он увидел Аврелию только перед самым своим отъездом из Имолы. К счастью, у него было слишком много работы, чтобы предаваться горестным мыслям, в связи с постигшим его разочарованием. Заговорщики по сообщениям никак не могли договориться между собой. Наконец, они все же подписали соглашение, которое Агапито показывал Макьевелли. Подписали все, кроме Бальони из Спируджи, который сказал им, что они будут последними дураками, если приложат свои руки к этому документу, но увидев, что они решительно настроены на мир любой ценой, он удалился из церкви, где проходило их совещание. Герцог назначил Пагло Арсини губернатором Урбино, который по условиям соглашения он снова получал в свое владение, а в качестве награды за то, что Арсини сумел убедить остальных кондотьеров подписать соглашение, герцог подарил ему пять тысяч дукатов. Виттелотсо писал униженные письма, в которых пытался найти оправдание своим действиям. «Этот предатель вонзил нам нож в спину», сказал Агапито, «а теперь считает, что сладкими речами может загладить свою вину». Но Валентино казалось, был вполне удовлетворен. Создавалось впечатление, что он готов предать прошлое забвению и снова снискать доверие раскаившихся заговорщиков. Его дружелюбие казалось Макьявеле подозрительным, и он написал Синьории, что о намерениях герцога догадаться трудно, а узнать о них невозможно. Теперь у него в распоряжении были крупные силы, и все понимали, что он не даст им сидеть без дела, ходили слухи, что он готовится покинуть Имолу, но никто не знал, соберется ли он идти на юг и напасть на Неаполитанское королевство или на север, чтобы развязать войну с Венецией. Макьявеле беспокоили разговоры о том, что приезжала делегация влиятельных граждан Пизы, чтобы предложить герцогу свой город. Флоренция потратила деньги и жизни солдат, чтобы вернуть себе этот город, потому что владение Пизой было необходимо для торговли. Если же Пиза окажется под властью герцога, то положение Флоренции, как с экономической, так и с военной точки зрения, станет небезопасным. Неподалеку находилась Лукка, и герцог, говоря о ней тоном, который показался Макьявелли зловещим, заметил, что это богатая территория и лакомый кусочек для обжор. Если, получив Пизу, он захватит и Лукку, Флоренция окажется в его власти. В разговоре с Макьявелли герцог снова затронул вопрос о кондотте, и несчастному послу пришлось проявить всю свою изобретательность, чтобы объяснить колебания сеньории и при этом не оскорбить герцога. Сеньория несомненно была решительно настроена против того, чтобы отдавать себя во власть этого неразборчивого в средствах человека, не доверять которому у них были все основания. Но какие бы зловещие планы не вынашивала эта красивая голова герцог, чтобы заставить Флоренцию и уступить его требованиям, явно не был готов на большее, чем завуалированные угрозы. Потому-то он выслушивал Макьявелли довольно спокойно. Он закончил, сообщив Макьявелли, что вместе со своей армией собирается в Чезену, а там уж и решит, что делать дальше. 10 декабря он вышел в Форли, а 12-го добрался до Чезены. Макьявелли собрался ехать за ним, он послал вперед Пьеро с одним из слуг, чтобы найти жилье, и посетил несколько человек, которые оказывали ему услуги во время его пребывания в Имоле. Опустевший теперь, когда герцог со своим двором и всеми прихлебателями покинул ее, и, наконец, зашел проститься с Бартоломео. Тот оказался дома, и Макьявелли проводили в его кабинет. Толстяк встретил его со своей обычной горячей сердечностью. Он уже знал о приближающемся отъезде Макьявелли и в витиеватых фразах выразил свое сожаление. Он сказал, что был чрезвычайно рад знакомству с таким замечательным человеком и очень сожалеет, что больше у него не будет возможности сыграть. Ах, как редко это удавалось с ним партию в шашки и услаждать его в своем доме музыкой и скромной трапезой. Макьявелли со своей стороны произнес подобающие случаю слова, а потом не без смущения перешел к вопросу, который камнем лежал у него на сердце. Мой друг, я пришел не только поблагодарить вас за вашу доброту ко мне, но и просить еще об одной услуге. Вам стоит только сказать. Макьявелли горько усмехнулся. Я должен вам двадцать пять дукатов, у меня нет денег, чтобы отдать долг, я вынужден просить вас подождать еще немного. «Это это не имеет никакого значения. Двадцать пять дукатов большие деньги. Это может подождать, а если вам затруднительно платить, то можете этого вообще не делать. Смотрите на эти деньги, как на дар. У вас нет никаких причин делать мне такие подарки. Я никак не могу принять этот дар». Бартоломео откинулся к спинке стула и разразился громким грохочущим смехом. «Неужели вы не догадались? Это не мои деньги. Наш добрый герцог знал, что при таких высоких ценах и при необходимости нести большие расходы вы окажетесь в стесненных обстоятельствах. Всем известно, что сеньория скуповато. Я получил инструкции, от казначей его светлости судить вам любую сумму, какая вам может понадобиться. Если бы вы попросили меня о двух сотнях дукатов, а не о двадцати пяти, я бы их вам дал». Макьявелли побледнел. Он был ошеломлен. Но если бы я знал, что это деньги герцога, ничто не заставило бы меня принять их. «Это все потому, что герцог знал о вашей щепетильности и был восхищен вашей неподкупностью. Вот он и выбрал меня посредником. Он проявил уважение к вашим чувствам. Вероятно, я обманываю его доверие, но мне кажется, вы не должны оставаться в неведении относительно такого щедрого и благородного жеста». У Макьявелли с языка чуть было не сорвалось ругательство, но он вовремя взял себя в руки. Он мало верил в щедрость герцога и совсем не верил в его благородство. Неужели герцог полагал, что может купить его за двадцать пять дукатов? Тонкие губы Макьявелли сжались так, что рот превратился в одну горькую линию. «Вы удивлены?» улыбнулся Бартоломео. «Теперь меня уже не может удивить никакой поступок этого человека». «Он великий человек. Я не сомневаюсь, что мы, которым посчастливилось оказывать ему услуги, останемся за это в памяти потомства». «Мой дорогой Бартоломео», сказал Макьявелли, «потомство помнит невеликие деяния, совершенные людьми, но отточенный язык, которым писатели описывают их деяния. От Перикла не осталось бы ничего, кроме имени, если бы Фукидид не вложил в его уста речи, которые и принесли ему славу». С этими словами он поднялся. «Вы не должны уходить, не попрощавшись с дамами, они будут огорчены, если не простятся с вами». Макьявелли последовал за ним в гостиную. В горле у него стоял комок, и ему казалось, что его сердце бьется в каком-то непривычном ритме. Женщины не ждали гостя, и потому были в домашнем платье. Они удивились, увидев его, и его приход, вероятно, не доставил им удовольствия. Они встали и поклонились. Бартоломео сказал им, что Макьявелли уезжает в Чезену. «Что мы будем делать без вас?» воскликнула Монна Катарина, поскольку Макьявелли был убежден, что они прекрасно без него обойдутся. Он просто улыбнулся довольно кислой улыбкой. «Мессер Николо несомненно с радостью покинет место, которое так мало может предложить путешественнику», сказала Монна Аврелия. Макьявелли не мог не подумать, что в ее голосе слышится лукавая нотка. Она снова принялась за работу, и он увидел, что она по-прежнему делает вышивку для рубашек из материала, который он привез из Флоренции. «Я даже не знаю, что меня восхищает больше, Монна Аврелия, сказал он, ваше терпение или ваше трудолюбие». «Говорят, у дьявола для праздных рук всегда найдется работа», ответила она, «а иногда и не неприятная, но опасная, а потому и более привлекательная, и все же благоразумие неотъемлемая часть храбрости». Макьявелли не очень нравилось, когда его замечания так ловко парируют, и он, хотя и с улыбкой, но не без язвительности ответил, «Говорят, что пословицы — это мудрость толпы, а толпа всегда не права». У Аврелии сегодня был далеко не лучший вид. Погода несколько дней стояла пасмурная, и она давно не красила волосы, у корней стала появляться чернота, могло показаться, что сегодня утром она одевалась в торопях, потому что естественный цвет ее кожи не до конца исчез под слоем косметики. Когда ей стукнет сорок, она будет вызывать не больше желания, чем ее мать, подумал Маккевелли. Спустя приличествующий промежуток времени он удалился. Он был рад, что еще раз увидел Аврелию, он все еще желал ее, но желание его уже потеряло остроту, он не принадлежал к тем людям, которые, не получив обещанной к обеду жирной куропатки, отвергают поставленные перед ними свиные ножки, и, поняв, что попытки овладеть Аврелией тщетны, он время от времени утолял свои насущные потребности в объятиях разных, не очень дорогих молодых женщин, с которыми знакомился через посредничество Барберины. Теперь, заглядывая в свое сердце, он не мог не видеть, что в деле с Аврелией он страдал не только от неудовлетворенной любви, но и от уязвленного тщеславия. Он пришел к заключению, что она довольно глупа, иначе она не отправилась бы спать, надувшись из-за того, что он заставил ее ждать каких-то три часа, иначе ей в голову бы никогда не пришло, что переспать с ним грех, по крайней мере до того, как она его совершила. Если бы только она знала о жизни столько же, сколько и он, то она понимала бы, что человек сожалеет не о тех искушениях, которым он поддался, а о тех, которым сумел воспротивиться. Ну что ж, по делам ей, если Бартоломео усыновит своих племянников, сказал он себе, тогда она пожалеет, что была такой дурой. Глава двадцать седьмая. Два дня спустя он прибыл в Чезену. К городу приближалась артиллерия герцога, его армия была в полном составе, и денег у него хватало. Все понимали, что-то готовится, но никто не знал, что. Несмотря на кипучую деятельность, в воздухе стояло спокойствие, похожее на спокойствие, какое, как говорят, бывает перед землетрясением. Люди встревожены и возбуждены, но сами не знают, почему, и вдруг, без предупреждения земля у них под ногами начинает дрожать, а дома рушатся у них на глазах. Макьявелли дважды просил герцога об аудиенции, но герцог, благодаря его залюбезность, сообщал ему, что пошлет за ним, когда в этом будет надобность. У секретарей никакой информации получить не удавалось. Они повторяли, что герцог ничего не говорит, пока не подготовится действовать, а действует он так, как диктует обстоятельства. Было очевидно, что им его планы так же неизвестны, как и остальным. Макьявелли был болен, раздражен и остался совсем без денег. Он написал сеньории, прося отозвать его и прислать на его место посла, наделенного большими полномочиями, чем они решились предоставить ему. Но не успел Макьявелли пробыть в Чезене и неделю, как произошло неожиданное событие. Придя однажды утром во дворец, который герцог реквизировал для своих нужд, он нашел там всех французских командиров. Они были рассержены и возбуждены. Оказалось, что все они неожиданно получили приказ отбыть в течение двух дней, и это неожиданное распоряжение глубоко оскорбило их. Макьявелли ломал голову в поисках объяснения этому шагу. Его друзья при дворе сказали ему, что герцог не может больше выносить присутствие французов, так как беспокойства от них больше, чем проку. Верхом опрометчивости казалась эта отсылка столь важной части армии, ведь у герцога теперь оставались войска, которые по силам не будут превосходить те, что находятся в распоряжении кондотьеров Орсини, Виттелотсо, Оливеротто, Дафермо и остальных, в чьей верности после недавнего восстания и с большой неохотой осуществленного возвращения под его руку он мог испытывать сильные сомнения. Неужели герцог настолько уверен в себе, что хочет продемонстрировать свою силу и независимость? Французы ушли, а несколько дней спустя произошло еще одно событие, которое Макьевелли, знаток человеческой природы, а также политики, счел весьма интересным. В Чезену был вызван Рамиро де Лорко. Он сохранял верность герцогу, показал себя хорошим солдатом и способным администратором. Некоторое время он был губернатором Романьи, но из-за его жестокости и бесчеловечности люди ненавидели и боялись его, и, наконец, когда чаша их терпения переполнилась, они послали делегатов, чтобы изложить их жалобы герцогу. Когда Рамиро прибыл, его арестовали и бросили в узницу. На Рождество Пьеро рано разбудил Макьевелли. «Идемте напьяться, мессера, и вы увидите кое-что интересное», сказал он, и молодые глаза его заблестели от возбуждения. «Что случилось?» «Я не скажу вам. Там собралась огромная толпа, все изумлены». Оделся Макьевелли быстро. Какое-то время шел снег, и утро было серым. На пьяцце на снежном ковре лежало обезглавленное тело Рамира де Лорке, богато одетая со всеми наградами и перчатками в руках. Неподалеку стояла его голова, насаженная на пику. Макьевелли отвернулся от этого ужасного зрелища и медленно пошел к себе. «Что вы думаете об этом, мессере?» спросил Пьеро. «Он был самым храбрым офицером герцога. Все говорили, что герцог доверял ему и полагался на него как ни на кого другого». Макьевелли пожал плечами. «Значит, герцогу так захотелось. Это говорит о том, что герцог может возвышать и низводить людей по своему желанию и по их заслугам. Я полагаю, что он был больше не нужен герцогу, и герцог не имел ничего против того, чтобы актом справедливости показать, что для него превыше всего интереса его народа. Все считали, что Рамиро был любовником Лукреции Борджа, а быть мужем или любовником сестры Цезаря Борджа было опасно. Он любил ее. Ее первый муж, Джованнис Форца, избежал смерти только благодаря Лукреции, которая сообщила ему, что Цезарь отдал приказ убить его. Он вскочил на коня и скакал во весь опор, пока не оказался в безопасности в Пезаро. Когда герцога Гандийского выловили из Тибра с девятью ранами на теле, все приписали это убийство Цезарю, а объяснили его тем, что убитый тоже любил Лукрецию. Педро Кальдерон, испанец и камерарий папы, был убит по приказу герцога за нечто оскорбительное для чести Мадонны Лукреции. На самом же деле, говорила молва, она была беременна от него. Ее второй муж, Альфонсо, герцог Бесчельи, тоже оказался невезучим однажды, год спустя, после свадьбы, когда ему только исполнилось девятнадцать, на него при выходе из Ватикана набросились вооруженные люди и сильно его ранили. Его отнесли назад в папские апартаменты, где целый месяц он провел между жизнью и смертью, и тогда, поскольку он не пожелал умирать от ран, его, как говорит Берчард, удушили в постели через час после захода солнца. Альфонсо из Бесчельи был красивейшим мужчиной в Риме, и Лукреция совершила ошибку, слишком сильно полюбив его. Никто в Италии не сомневался, что смертью своей он был обязан ревности Цезаря Борджа. У Макьявелли была хорошая память, он не забыл, что герцог как-то сказал ему в Эмоле. Пагуло Арсини жаловался на жестокость Рамиро, и герцог обещал дать ему удовлетворение. Маловероятно, что герцога волновали жалобы Пагуло, которого он презирал, но, возможно, что казнью Рамиро. Он стремился рассеять последние подозрения, остававшиеся у мятежных кондотьеров. Как могли они опасаться его, если он принес в жертву самого опытного и преданного из своих военачальников, чтобы ублажить одного из них? Макьявелли про себя смеялся. Это было так похоже на Валентино одним ударом умиротворить доведенных до крайности граждан Романьи, уверить ложных друзей в своей верности и отомстить тому, кто снискал благосклонность Лукреции. Во всяком случае, весело сказал он Пьеро, наш добрый герцог избавил землю от еще одного негодяя. Давайте найдем таверну и выпьем горячего вина, чтобы прогнать холод из тела. Глава двадцать восьмая. Макьявелли не мог узнать о планах Валентино по причине весьма основательной, и состояла она в том, что планов пока еще не существовало. Что-то делать было нужно, потому что держать армию в бездействии не имело никакого смысла, но решить что было не так-то легко. Кондотьеры послали в Чезену своих представителей, чтобы обсудить этот вопрос с герцогом, но соглашения они не достигли, и потому спустя какое-то время к герцогу с конкретным предложением прибыл Оливеротто да Фермо. Этот Оливеротто да Фермо был молодым человеком, который не так давно заставил говорить о себе всю Италию. Оставшись рано без отца, он воспитывался у своего дяди Джованни Фольятти, брата матери, и по достижении определенного возраста был отправлен изучать профессию военного под руководством Пауло Виттелли. После казни Пауло он присоединился к его брату Виттелотсо и через какое-то время, будучи умен и энергичен, стал одним из лучших офицеров. Но он был чисто любив, он считал ниже своего достоинства служить, имея возможность править, и потому составил хитрый план собственного возвышения. Он написал своему дяде и благодетелю, что после многолетнего отсутствия у него возникло желание посетить дядюшку и его родной город и в то же время посмотреть, как идут дела в его родовом имении. А поскольку его заботит только слава, он хотел бы приехать представительно сотней всадников со своими друзьями и слугами со свитой, чтобы его соотечественники могли увидеть, что он не терял времени даром. И он просит своего дядюшку, чтобы его приняли с почетом, который будет воздаваем не только ему, но и его дядюшке, приемным сыном которого он является. Джованни Фольятти был благодарен племяннику за то, что тот не забыл его любви и забот, и когда Оливеретто прибыл в ферму, дядюшка вполне естественно пригласил племянника жить в свой дом. Несколько дней спустя Оливеретто, чтобы не быть обузой для дядюшки, переехал в свой собственный дом и пригласил дядюшку и всех самых важных фермолиц на торжественный ужин. Когда они поели и повеселились, Оливеретто, затронув интересовавшую всех тему, заговорил о величии папы и его сына Цезаря и об их предприятиях, но потом, внезапно поднявшись, сказал, что подобные вопросы следует обсуждать в приватной обстановке и проводил гостей в соседнюю комнату. Не успели они рассесться, как из потайных мест появились солдаты и убили их всех до одного. Так он стал хозяином в городе, а поскольку все, кто мог оказать ему сопротивление, были мертвы, а установленные им военные и гражданские законы были эффективны, он не только прочно обосновался в ферму, но и стал опасен для соседей. Вот этого человека кондотьеры и послали к Валентину. Он привез их предложение соединенными силами напасть на Тоскану или, если Тоскана не устраивает герцога, захватить Сенегалью. Тоскана была богатой добычей. Захват Сиены, Пизы, Лукки и Флоренции принесет всем участникам большие выгоды, а у Виттелотсо и Орсини с Флоренции старые счеты, которые они будут рады свести. Но Сиена и Флоренция находились под защитой короля Франции, а герцог не был готов вызвать гнев союзника, помощь которого могла еще ему понадобиться. Поэтому он сказал Оливератто, что не будет участвовать в нападении на Тоскану, но с удовольствием захватит Сенегалью. Сенегалья представляла собой небольшой, но важный город, потому что располагалась на море и имела хороший порт. Ее правительница, вдовствующая сестра несчастного герцога Урбино, подписала в Маджоне договор с восставшими кондотьерами, но после примирения, в котором она не участвовала, вместе со своим юным сыном убежала в Венецию, оставив генуэзца Андреа Дориа защищать крепость. Оливеротто подошел к городу и занял его, не встретив сопротивления. Подошли и Ветелотцо, и Арсини со своими войсками и расположились поблизости. Вся операция была проведена с одной лишь заминкой. Андреа Дориа отказал создать крепость, кроме как лично в руки Валентино. Крепость была сильной, и ее захват потребовал бы немало времени, денег и людей. Возобладал здравый смысл. Теперь, когда герцог отослал свой французский контингент, кондотьеры могли больше не считать его армию столь уж опасной, и потому, поставив его в известность о требовании Андреа Дориа, они пригласили его в Сенегалью. Когда приглашение прибыло, герцог уже покинул Чезену и находился в Фану. Он послал своего секретаря сообщить кондотьерам, что немедленно прибудет в Сенегалью и просит их ждать его там. Со дня подписания договора они не выказывали желание встречаться с герцогом лично, стремясь рассеять подозрение, на которое указывало их нежелание встречаться, он проинструктировал своего секретаря и тот в дружеском Тоне сообщил им, что отчужденность, которую они настойчиво сохраняют, может только снизить действенность заключенного между ними соглашения. Что же касается его, герцога, то единственное его желание состоит в том, чтобы, находясь во главе их соединенных сил, пользоваться этими силами и их советами. Маккелелли был изумлен, узнав, что герцог принял приглашение кондотьеров. Он тщательно изучил договор и не сомневался в том, что ни одна из сторон не питает ни малейшего доверия к другой. Узнав, что кондотьеры просили Валентино присоединиться к ним в Сенегалье, объясняя свою просьбу тем, что крепость отказалась сдаться им, он понял, что герцогу готовят западню. Герцог отпустил французских тяжело вооруженных всадников и таким образом значительно ослабил свою армию. Все солдаты кондотьеров находились в Сенегалье или поблизости. Казалось очевидным, что командир крепости выдвинул свое условие по их наущению и что, когда появится герцог со своей кавалерией, они нападут на него и изрубят их на куски. Макьявелли никак не мог поверить, что герцог собирается подвергнуть себя такой опасности, отдаваясь в руки смертельных врагов. Единственное объяснение состояло в том, что он верит в свою звезду и, ослепленной самоуверенностью, надеется устрашить этих безжалостных людей силой духа и силой своей личности. Макьявелли знал, что они боятся герцога, но как мог герцог забыть, что страх из трусов делает храбрецов? Да, фортуна до сих пор была благосклонна к герцогу, но фортуна не постоянно. Гордыня ведет к гибели. Макьявелли потер руки. Если герцог попадется в эту ловушку и погибнет, то Флоренция сможет вздохнуть спокойно. Он был ее главным врагом, а кондотьеров, которых объединяет только страх перед ним, можно искусными маневрами разобщить и уничтожить поодиночке. Но Макьявелли рано потирал руки. Когда Урсини предлагал командиру крепости деньги за то, чтобы он отказался сдать крепость не иначе, как лично герцогу, тот уже получил от герцога золото точно за такие же действия. Герцог догадался о планах кондотьеров, цель которых состояла в том, чтобы вынудить его прибыть к ним, и предупредил их. Герцог был скрытен и ни с кем не обсуждал своих планов, пока не наступал момент действовать. Вечером перед отъездом из Фано он призвал к себе восьмерых самых верных своих сподвижников. Он приказал им встретить кондотьеров, которые выйдут приветствовать его, и расположиться по одному с каждой стороны, словно в почетном эскорте, и сопровождать их до дворца, который был выбран под его резиденцию. Он наказал своим людям ни в коем случае не упустить ни одного из кондотьеров. Оказавшись во дворце, они будут в его власти, никто из них не покинет дворца живым и свободным. Он рассредоточил свои войска в разных местах поблизости от Сенегальи, чтобы никто не знал, сколько солдат в его распоряжении. А теперь отдал приказ всем им собраться утром у реки в шести милях от города. В знак доверия вперед он послал повозки со своим багажом. Он улыбался, думая о том, как должны будут облизываться от удовольствия кондотьеры, созерцая ждущую их огромную добычу. Когда все было улажено, он улегся спать и спал крепко. В путь он отправился рано утром. Это было 31 декабря 1502 года. Расстояние между Фано и Сенегальей составляло 15 миль, а дорога проходила между горами и морем. Передовой отряд из пятнадцати сотен человек возглавлял Лодовика Делла Мирандалла. За ним шел отряд гасконцев и швейцарцев численностью в тысячу человек. За ними герцог в полном вооружении на боевом коне, а следом остальная кавалерия. Маккевелли был чужд эстетическим эмоциям, но ему показалось, что он не видел ничего красивее, чем эта армия, медленно ползущая змеей между покрытыми снежными шапками горами и морем. Кондотьеры ждали в трех милях от Сенегальи. Витлотце в Вителле, пока его здоровье не разрушила французская болезнь, был человеком мощного телосложения, крупным и сильным, теперь он стал худым, даже тощим, на его желтоватом бритом лице, над маленьким срезанным подбородком сидел хищный нос. Вики его тяжело нависали над глазами, придавая им странное задумчивое выражение. Безжалостный, жестокий, жадный и смелый, он был превосходным солдатом и имел репутацию лучшего знатока артиллерии в Европе. Он гордился своим городом Читто Ди Костелло и прекрасными дворцами с фресками, бронзовыми и мраморными статуями и фламандскими гобеленами, которыми его семья украсила свои владения. Он любил своего брата Паоло, обезглавленного флорентийцами, и ненавидел их за это ненавистью, которую не ослабило время. Но из-за действия ртути, которой его лечили доктора, он страдал от приступов невыносимой депрессии и был всего лишь тенью прежнего Виттеллоццо. Когда Паголо Арсини в ходе переговоров о примирении привез собравшимся кондотьером выдвинутые Валентину условия, Джан-Паоло Бальйони, сеньор Перуджи отказался принять их, и хотя в то время Виттеллоццо, не доверявший герцогу, присоединился к Бальйони, у него не хватило силы воли противиться гневным аргументам других, и он в конце концов согласился подписать договор, но подписывал он с дурными предчувствиями. Да, он писал униженные, полные смирения и раскаяния письма, а Валентино в ответ уверял его, что все забыл и простил, но он испытывал беспокойство. Инстинкт подсказывал ему, что герцог ничего не забыл и не простил. Один из пунктов договора гласил, что в лагере герцога одновременно не должно находиться больше одного кондотьера, а теперь они все собрались вместе. Паголо Орсини увещевал его. Он несколько раз приезжал к герцогу, они часто и подолгу беседовали, открыто и откровенно, как мужчина с мужчиной, и не поверить в его искренность было невозможно. Какие еще нужны доказательства его искренности, если он отпустил своих французских копейщиков и не мог больше рассчитывать на их помощь? И зачем он тогда казнил Рамира де Лорка, если не для того, чтобы показать, что готов подчиняться их требованиям? Поверьте мне, этот молодой человек получил хороший урок, и есть все основания полагать, что в будущем у нас не будет повода быть недовольными им. Однако Пагало Арсини не счел нужным сообщать Виттеллоцо об одном разговоре, состоявшемся между ним и герцогом. Папе исполнилось семьдесят, он был полнокровен, не отказывал себе ни в каких удовольствиях, и его в любой момент мог настичь удар. Кардиналы испанцы и кардиналы, обязанные своей шапкой папе, были во всем покорны герцогу, и если ему будет гарантирована неприкосновенность его владений, он был готов обеспечить выбор на пост папы, брата Пагало, кардинала Арсини. От такой перспективы у Пагало захватывало дух, и тем более он был склонен доверять герцогу, что ему представлялось очевидным. Герцогу нужны Арсини, не меньше, чем Арсини нужен герцог. Витлотца первым из кондотьеров вышел приветствовать герцога. Он был без оружия, одет в поношенное черное платье, поверх которого надел черный плащ, подбитый зеленой материей. Он был бледен и встревожен, и по выражению его лица можно было догадаться, что он предчувствует свою судьбу. Никто, увидев его теперь, не подумал бы, что этот человек когда-то, полагаясь на свои собственные силы, намеревался изгнать из Италии короля Франции. Он ехал на муле и уже собрался спешиться, но герцог предупредил его, чуть наклонившись, он дружески положил руку ему на плечо и поцеловал в щеки. Через несколько минут подъехали Паголо Арсини и герцог Гравинский с сопровождением, и Цезарь Борджа встретил их с любезностью, подобающей их знатному происхождению и счастливой радостью человека, который долго был оторван от своих близких друзей. Но он заметил отсутствие Оливеротто до Фермо и, спросив о нем, узнал, что тот ждет его в городе. Он послал Дона Михеле разыскать молодого человека, а сам тем временем завязал с остальными кондотьерами ничего не значащий разговор. Никто не умел быть более обворожительным, чем он, когда это отвечало его целям, и, увидев его в тот момент, никто бы не подумал, что в прошлом что-то омрачало гармонию его отношений с тремя кондотьерами. Он был любезен, как это подобало его положению, но без высокомерия, и в манерах его не чувствовалось снисходительности, он был собран, учтив и приветлив. Он справился о здоровье ветлотца и предложил ему своего хирурга, с веселой улыбкой он оживленно болтал с герцогом Гравинским, расспрашивая его о последней его любовной истории, с учтивым вниманием слушал он рассказ Пагола Арсини о вилле, которую тот строил в горах Альбани. Ольверотто муштровал своих солдат на площади за рекой вне города, где и нашел его дон Михеле. Он сказал ему, что его людям следовало бы занять свои квартиры, иначе они будут захвачены солдатами герцога. Совет был хорош, и Ольверотто, поблагодарив, немедленно последовал ему. Отдав необходимые приказы, он поехал следом за доном Михеле к месту, где ожидали остальные. Герцог приветствовал его с той же теплой сердечностью, с какой встречал и других. Он не позволил Ольверотто отдать приветствие по форме, как тот собирался, он отнесся к нему скорее как товарищу, а не подчиненному. Герцог отдал приказ двигаться вперед. Ветелотца охватил ужас. Он уже успел увидеть, как сильна армия, которую привел с собой герцог, и теперь не сомневался, что план, составленный кондотьерами, не имел ни малейшего шанса на успех. Он решил соединиться со своими солдатами, которые стояли лагерем в нескольких милях от города. Его ему для этого веский повод, но Пагало не отпустил его. Сейчас не время, убеждал он его давать герцогу основания для подозрений в том, что они сомневаются в его доброй воле. Дух Ветелотца был сломлен, ему не хватало решимости сделать то, что, как подсказывал ему инстинкт, было единственным шансом на спасение. Он позволил убедить себя. Я уверен, что, если поеду, то поеду на встречу смерти, сказал он, но если вы решили пойти на такой риск, какой бы ни был исход, то я готов разделить участь с вами и со всеми остальными, с кем меня связала судьба. Восемь человек, которым герцог приказал эскортировать кондотьеров, заняли свои места по бокам обреченных, и возглавляемая герцогом великолепная и сверкающая латами кавалькада въехала в город. Добравшись до дворца, который был отведен под резиденцию герцога, кондотьеры пожелали было покинуть его, но он в своей дружеской и любезной манере уговорил их войти, чтобы немедленно обсудить план, который он хочет им предложить. У него для них множество новостей, которые непременно должны заинтересовать их. Они не могут попусту тратить время. Что бы они не решили предпринять, действовать нужно быстро. Они согласились на его просьбу. Он провел их во дворец и вверх по лестнице, которая вела в большой парадный зал. Оказавшись там, он извинился, сказав, что покинет их, чтобы отдать долг природе, и как только он вышел в зал, ворвались вооруженные солдаты и арестовали их. Так он сыграл с ними ту же тонкую и простую шутку, какую бесчестный Оливеротто сыграл со своим дядюшкой и влиятельными гражданами фермо. И это даже не стоило ему ужина. Пагало Орсини начал протестовать, пораженный вероломством герцога, просил позвать его, но герцг уже покинул дворец. Он отдал приказ разоружить солдат четырех кондотьеров, людей Оливеротто, поскольку они находились поблизости, застали врасплох и тех, кто оказал сопротивление, уничтожили, но тем, кто располагался на некотором расстоянии, повезло. Они пронюхали о бедствии, которое постигло их хозяев, и, соединив свои силы, хотя и с серьезными потерями, но все же прорвались и ушли в безопасное место. Цезарю Борджа пришлось довольствоваться преданием смерти ближайших сторонников Виттелотца и Орсини. Однако солдатам герцога было мало того, что удалось взять у людей Оливеротто. Они принялись грабить город. Они бы не оставили в городе и камня на камне, если бы нерешительные меры герцога, ему не нужны были развалины, ему был нужен процветающий, приносящий доход город, и он приказал вешать мародеров. Город пребывал в смятении, лавочники позакрывали свои лавки, а честные граждане заперлись в своих домах. Солдаты врывались в кабачки и под угрозой оружия заставляли владельцев давать им вино, на улицах лежали убитые, а обродячие собаки слизывали их кровь. Глава 29 Макьявелли последовал за герцогом в Сенегалью. Он провел неспокойный день, выходить одному или без оружия было опасно, и когда необходимость заставляла его покидать убогую гостиницу, где он нашел пристанище, он обязательно брал с собой Пьеро и слуг. У него не было ни малейшего желания погибнуть от рук пьяных гасконцев, и хуже того, погибнуть за бутылку вина. В тот день герцог послал за ним в восемь часов вечера. Во всех других случаях, когда герцог принимал Макьявелли, при этом присутствовали либо секретари, либо представители церкви, либо члены свиты, но на сей раз к удивлению Макьявелли офицер, проводивший его в комнату, где сидел герцог, сразу же удалился, и все время аудиенции они провели вдвоем. Герцог пребывал в приподнятом настроении, с его рожеватыми волосами и аккуратной бородкой, с раскрасневшимися щеками и светящимися глазами он казался красивее, чем представлялся Макьявелли раньше. В его повадках сквозила уверенность, а в осанке величие. Пусть он и был всего лишь незаконно рожденным сыном распутного священника, но держал он себя по-королевски. Как и обычно, он сразу же перешел к делу. «Итак, я оказал вашим хозяевам огромную услугу, избавив их от врагов», сказал он. «Теперь я хочу, чтобы вы написали им о моем требовании собрать пехоту и прислать ее вместе с кавалерией, чтобы мы, объединив наши силы, могли идти на Костелло или Перуджу». «Перуджу?» Веселая улыбка осветила лицо герцога. Бальоне отказался подписать договор вместе с другими и покинул их со словами «Если я нужен Цезарю Борджа, он может найти меня в Перудже, но пусть приходит с оружием, именно это я и хочу сделать». Макеавелли подумал, что другим подписание договора принесло не так уж много пользы, но удовольствовался одной улыбкой. «Чтобы разбить Ветелотца и уничтожить Арсини, сеньоре пришлось бы затратить уйму денег, но они не сделали бы этого, и в половину так чисто, как я. Я думаю, они не должны быть неблагодарными. Я уверен, что они благодарны вам, ваша светлость». Герцог по-прежнему с улыбкой на губах, но внимательно, неподвижным взглядом изучал Макеавелли. «Тогда пусть они покажут свою благодарность на деле, пока они не шевельнули и пальцем, а то, что совершил я, стоит для них сотню тысяч дукатов. Эти обязательства не скреплены договором, они носят моральный характер, и было бы неплохо, если бы сеньория начала выполнять их». Макеавелли прекрасно знал, что сеньория будет взбешена этим требованием, и у него не было никакого желания передавать это. Он был рад, что у него есть выход. «Должен сообщить вашей светлости, что я просил мое правительство отозвать меня. Я указал им, что они должны прислать на мое место человека более влиятельного и наделенного большими полномочиями. Ваша светлость с большей пользой сможет обсудить этот вопрос с моим преемником». «Вы правы, я устал от нерешительности вашего правительства, для них настало время принимать решение, быть им со мной или против меня. Я собирался уехать отсюда сегодня, но если я сделаю, это город будет разграблен». «Андреа Дориа должен сдать крепость завтра утром, и тогда я отправлюсь в Костелло и Перуджо. Когда я улажу там свои дела, я обращу свое внимание к Сиене». «Согласится ли король Франции на захват вами городов, которым он оказывает покровительство?» «Нет, не согласится, я не настолько глуп, чтобы думать, что он согласится. Я намереваюсь захватить их от имени церкви. Мне нужна только моя романья». Макьявелли вздохнул. Его переполняло невольное восхищение этим человеком, чей дух был так неукротим и который испытывал такую уверенность в своих силах, что был готов захватить все, что ему приглянулось. «Никто не сомневается, что Фортуна благосклонна к вам, ваша светлость», сказал он. «Фортуна благосклонна к тем, кто знает, как выгодно воспользоваться ситуацией. Неужели вы думаете, что мне помогла счастливая случайность, когда командир крепости отказался сдать ее, иначе, как лично мне?» «Я не могу не отдать должное вашей светлости. После сегодняшних событий я стал догадываться, что вы заплатили ему за это». Герцог рассмеялся. «Вы мне оставитесь, секретарь, вы человек, с которым можно иметь дело. Мне будет не хватать вас». Он замолчал и молчал, как показалось Макьявеле, долго, тем временем пристально разглядывая его. «Я почти хочу, чтобы вы поступили ко мне на службу». «Вы очень добры, государь, я вполне удовлетворен службой республики». «Что вам дает эта служба? Деньги вы получаете такие мизерные, что вам приходится одалживать у друзей, чтобы кое-как свести концы с концами». Эти слова немного смутили Макьявеле, но потом он вспомнил, что герцог несомненно знает о 25 дукатах, которые ему судил Бартоломео. «Я расточительен и привык жить на широкую ногу», ответил он с любезной улыбкой, «И если время от времени мне не хватает денег, то это моя вина». «Вам было бы затруднительно жить непосредством, служи вы у меня». «Очень приятно, если можешь себе позволить подарить хорошенькой женщине кольцо, браслет или брошку, когда хочешь снискать ее благосклонность». Я взял себе за правило удовлетворять свои желания женщинами доступными и недорогими. Хорошее правило, если умеешь ограничивать свои желания, но кто знает, какие странные шутки случаются, играя с человеком любовь. Вам никогда не приходилось обнаруживать, секретарь, на какие расходы может толкнуть любовь к добродетельной женщине. Герцог смотрел на него насмешливыми глазами, и Макьявелли на мгновение даже подумал, уж неизвестно ли герцогу о его неудовлетворенной страсти к Аврелии. Но не успела эта мысль прийти в голову, как он отбросил ее у герцога есть дела более важные, чем интрижки флорентийского посла. «Я склонен принять это на веру и предоставить как расходы, так и удовольствие другим». Герцог задумчиво рассматривал его. Можно было подумать, что он спрашивает себя, что за человек перед ним, но делает это не каким-нибудь корыстным мотивом, а скорее просто из любопытства. Так, ожидая в приемной наедине с каким-нибудь посторонним человеком, чтобы убить время, пытаешься по его внешнему виду составить представление о его занятиях, его призвании, его привычках и характере. «Я считаю вас слишком умным человеком и потому не могу поверить, что вы всю жизнь собираетесь довольствоваться вторыми ролями», сказал герцог. «У Аристотеля я прочел, что мудрее всех тот, кто довольствуется золотой серединой. Неужели вы лишены чистолюбия?» «Совсем нет, ваша светлость», улыбнулся Макьявелли. «Мое чистолюбие в том, чтобы наилучшим образом служить моему государству». «А вот это-то вам как раз и не позволяют сделать. Вы лучше других знаете, что в республиках талант всегда под подозрением. Человек может там достигнуть высот, если своей посредственностью не пугают других. Вот почему демократией управляют не самые достойные, а люди, заурядность которых ни у кого не вызывает опасений. Вы знаете, какие язвы разъедают тело демократии?» Он посмотрел на Макьявелли словно в ожидании ответа, но Макьявелли хранил молчание. Зависть и страх. Мелкие людишки на государственной службе завидуют своим коллегам. И чтобы кто-нибудь из них не приобрел высокой репутации, они предпочтут не позволить ему принять меры, от которых зависят безопасность и процветание государства. Они дрожат от страха, потому что знают, что их окружают люди, готовые на все, лишь бы занять их место. И каков же результат? А результат таков, что они больше боятся сделать неверный шаг, чем стремятся сделать верный. Говорят, собака не кусает собаку. Кто бы ни придумал эту пословицу, он никогда не жил при демократическом правлении. Макьявелли продолжал молчать. Он слишком хорошо знал, сколько верного в словах герцога. Он помнил, какие горячие споры шли вокруг его избрания на его скромную должность и с какой горечью его побежденные соперники приняли свое поражение. Он знал, что у него есть коллеги, которые следят за каждым его шагом, чтобы воспользоваться любой допущенной им ошибкой, которая может побудить сеньорию уволить его со службы. Герцог продолжал «Государь же волен выбирать людей к себе на службу по их способностям. Ему нет необходимости назначать на должность человека, неспособного только из-за того, что он нуждается в его влиянии или потому, что за ним стоит партия, которой нужно воздать за ее заслуги. Он не боится соперников, потому, что он выше соперничества и поэтому он не пестует посредственность, являющуюся проклятием и погибелью демократии. Он выискивает талант, энергичность, инициативу и ум. Неудивительно, что в нашей республике дела идут неважно, ведь у вас человека назначают на должность в последнюю очередь, учитывая его годность к ней. Макьевелли тонко улыбнулся. Надеюсь, ваша светлость не будет возражать, если я напомню, что благосклонность государей, как всем известно, очень переменчива. Они могут поднять на самый верх, но также могут и незринуть в самую бездну. Герцог искренне рассмеялся. Вы намекаете на Ромира да лорко. Государь должен уметь награждать и наказывать. Щедрость его должна не знать границ, а справедливость его должна быть суровой. Ромира совершил гнусные преступления, он заслужил смерть. Что бы случилось с ним во Флоренции? Нашлись бы люди, которые возражали бы против его казни, нашлись бы такие, которые заступились бы за него, потому что извлекали выгоды из его преступлений. Синьория долго пребывала бы в нерешительности, а потом отправила бы его с посольством к королю Франции или ко мне. Макьявелли рассмеялся. Поверьте мне, ваша светлость, посол, которого они намереваются послать к вам, имеет безукоризненную репутацию. Он, вероятно, будет до смерти скушен. «Нет, сомнений, мне будет не хватать вас, секретарь». Потом, будто эта мысль только теперь пришла ему в голову, он улыбнулся Макьявелли дружеской улыбкой. «Почему бы вам не поступить ко мне на службу? Я найду для вас такую работу, которая даст вам поле деятельности, соответствующее вашему живому уму и большому опыту, и у вас не будет повода упрекнуть меня в скупости. Какое доверие питали бы вы к человеку, который ради денег предал свою страну? Я не прошу вас предавать свою страну. На службе у меня вы смогли бы лучше блюсти интересы своей страны, чем когда-либо могли делать это, будучи секретарем второй канцелярии. Ко мне на службу поступали и другие флорентийцы, и я думаю, они не жалели об этом. Приверженцы Медичи, которые убежали, когда изгнали их сеньоров, и которые были готовы на все, лишь бы найти средства к существованию. Не только. Леонардо и Микеланджело не сочли ниже своего достоинства принять мое предложение. Художники, они пойдут куда угодно, где найдется заказчик, они безответственны. В глазах, которые по-прежнему в упор изучали Макьявелли, все еще играла улыбка, когда герцог сказал, «У меня есть имение вблизи и молы. Там есть виноградники, пахотные земли, пастбище и леса. Я был бы рад подарить его вам. Оно принесет вам в десять раз больше, чем несколько нищенских акров, которыми вы владеете в Сан-Кашьяно». И, моло, почему Цезарь в первую очередь вспомнил об этом городе, и опять у Макьявелли стало тревожно на сердце, потому что он подумал, что герцогу известно о его бесплодной попытке соблазнить Аврелию. «Эти нищенские акры в Сан-Кашьяно принадлежат моей семье триста лет», язвительно сказал он, что я буду делать с этим имением в Имоле. Вилла построена недавно, красивая и крепкая, там будет приятно уединиться в летнюю жару. Вы говорите загадками, ваша светлость. Я посылаю Агапито в Урбино губернатором. Я не знаю никого более подходящего, чем вы, кто мог бы вместо него стать моим первым секретарем, но я могу предвидеть, что это несколько затруднит переговоры с новым флорентийским послом. Я готов назначить вас губернатором и молы. Макьявелле показалось, что сердце его внезапно остановилось. Это было очень заманчивое предложение. Он никогда и не мечтал подняться так высоко. Во владение Флоренции города попадали по договору или в результате военных действий, но губернаторами в них назначали людей знатного происхождения со связями. Если бы его назначили губернатором и молы, Аврелия была бы счастлива стать его любовницей, и потом он мог бы легко находить предлоги, чтобы избавляться от Бартоломео, когда это ему понадобится. Он был почти уверен, что герцог не мог сделать такое предложение, не будучи в курсе его похождений. Но как он мог узнать о них? Макьявелли испытал нечто похожее на удовлетворение, отметив, что эта двойная перспектива ни на минуту не поколебала его решимости. Я люблю свою родную землю больше, чем свою душу, государь. Валентино не привык, чтобы ему перечили, и Макьявелли был уверен, что после этих слов герцог отпустит его с сердитым жестом. К его удивлению, герцог, лениво перебирая пальцами свой орден святого Михаила, продолжал задумчиво разглядывать его. Казалось, прошло немало времени, прежде чем он заговорил. «Я всегда был откровенен с вами, секретарь», сказал он наконец. «Я знаю, вы человек, которого нелегко обмануть, и я не собираюсь тратить время на такие бесплодные попытки, я раскрою перед вами карты. Я не прошу вас хранить то, что вы услышите втайне, если я раскрою перед вами свои планы, вы не обманете моего доверия, потому что никто не поверит, что я был настолько откровенен с вами. Синьори сочтет, что вы пытаетесь создать себе авторитет, выдавая за факты, свои домыслы. Герцог остановился только на мгновение. Я надежно удерживаю Романью и Урбину. Через некоторое время в мои владения войдут Костелло, Перуджа и Сиена. Стоит мне только захотеть, и Пиза будет моей. Лука сдастся по моему желанию, каково будет положение Флоренции, окруженной государствами, принадлежащими мне или являющимися моими вассалами? Несомненно, опасное, если только не считать нашего договора с Францией. Ответ Макьявели, казалось, рассмешил герцога. Договор — это соглашение, которое два государства заключают в поисках обоюдной выгоды, но мудрое правительство дезавуирует его, когда приходит к выводу, что оно ему более невыгодно. Что вы думаете, скажет король Франции, если в благодарность за его молчаливое согласие на захват Флоренции я предложу ему, соединив наши силы, напасть на Венецию. Макьявели вздрогнул, он слишком хорошо знал, что Людовик Двенадцатый, ни на минуту не задумавшись, принесет свою честь в жертву своим интересам. Он ответил не сразу, и когда заговорил, заговорил, тщательно выбирая слова. Было бы ошибкой со стороны вашей светлости полагать, что Флоренцию можно взять дешевой ценой. Чтобы сохранить свою свободу, мы будем сражаться до конца. Чем? Ваши соотечественники были слишком заняты накоплением денег, чтобы у них возникло желание учиться защищать свою страну. Вы приглашали наемников, чтобы сражаться за вас, в то время, как могли бы целиком посвящать себя своему призванию. Глупость. Наемные солдаты отправляются на войну с единственной целью заработать немного денег. Этого недостаточно, чтобы они были готовы умирать за вас. Страна, которая не может сама защитить себя, обречена на гибель, и единственное, что ей остается, это создать из своих собственных граждан обученную, дисциплинированную и хорошо вооруженную армию. Но готовы ли вы, флорентийцы, пойти на жертвы, которые это повлечет за собой? Нет, я в это не верю. Вами управляют дельцы, а они одержимы одной идеей — заключить сделку любой ценой. Большая прибыль и быстрый оборот. Мир сейчас, пусть даже ценой унижения, пусть даже под постоянным страхом катастрофы. Ваш Ливий научил вас, что безопасность республики зависит от сплоченности отдельных ее граждан. Ваши соотечественники изнежены, ваше государство развращено и заслуживает уничтожения. Лицо Макьявелли помрачнело. На это у него не было ответа. Герцог бил точно в цель. Теперь, когда Испания объединена, а Франция изгнавшая англичан сильна, мелкие государства уже не имеют сил, чтобы отстаивать свою независимость. Их независимость — это фикция, потому что она не основана на силе, и они сохраняют ее только до тех пор, пока это устраивает великие державы. Папская область находится под моим контролем, Болонья свалится в мои руки, Флоренция обречена, и тогда я стану хозяином всей страны от Неаполитанского королевства на юге до Милана и Венеции на севере. У меня будет собственная артиллерия и артиллерия Виттелли. Я создам армию не менее мощную, чем моя армия Романьи. Мы с королем Франции поделим между собой Венецию. Но если случится то, что вы хотите, государь, мрачно сказал Макьявелли, то вы добьетесь всего лишь увеличения мощи Франции и будете возбуждать страх и зависть как во Франции, так и в Испании. И та, и другая может уничтожить вас, верно? Но с моей армией и с моим золотом я буду таким же сильным союзником, так что та сторона, к которой я присоединюсь, сможет быть уверена в победе. Вы останетесь вассалом победителя. Вы были во Франции секретарь и имели дела с французами. Скажите мне, каково ваше мнение о них? Макьевелли презрительно пожал плечами, они легкомысленные и ненадежные. Если противник сумеет противостоять ярости и их первые атаки, они проявляют слабость и теряют мужество, они не выносят ни тяжелого труда, ни неудобств и спустя какое-то время становятся настолько беспечными, что этим легко можно воспользоваться. Я знаю, когда приходит зима с холодами и дождями, они по одному убегают из лагеря, и тогда более стойкий противник без труда может одолеть их. Но, с другой стороны, их земля богата и плодородна, король подорвал мощь баронов и теперь очень силен. Он глуповат, но у него мудрые советники, не хуже итальянских. Герцог кивнул головой, а теперь скажите мне, что вы думаете об испанцах? Я почти не имел с ними дел. Тогда я скажу вам, они храбры, выносливы, решительны и бедны, терять им нечего, а приобрести они могут все. Противостоять им было бы невозможно, если бы не одно обстоятельство, им приходится доставлять оружие и солдат по морю. Если их раз изгнать из Италии, то не допустить их обратно не составит большого труда. Они погрузились в молчание. Валентино, уперев подбородок в ладонь, казалось, весь отдался своим впечатлением. И Макьявель мог свободно наблюдать за ним, его жестокие глаза горели, он заглядывал в будущее бесчестной дипломатии и кровавых боев. Он был возбужден сегодняшними событиями и поразительным успехом, которым увенчалось его коварство. Никакое предприятие не казалось ему слишком трудным или слишком опасным. И кто мог знать, какие видения величия и славы ослепляли его дерзкое воображение. Он улыбнулся. С моей помощью французы смогут изгнать испанцев из Неаполя и Сицилии. С моей помощью немцы смогут изгнать французов из Милана. Кому бы вы не помогали, он останется хозяином Италии и вашей светлости, государь. Если я буду помогать испанцам, да, но если французам нет, мы и раньше изгоняли их из Италии, можем изгнать и еще раз. Они дождутся подходящего момента и снова вернутся. Я буду готов встретить их. Старый леса король Фердинанд не будет расстраиваться из-за пролитого молока. Если они нападут на меня, он не упустит возможности отомстить и поведет свои армии во Францию. Он выдал свою дочь за короля Англии. Англичане не замедлят объявить войну своим старым врагам. У французов будет больше причин бояться меня, чем у меня французов. Но папа стар, ваша светлость. Его смерть лишит вас половины ваших сил и большей части вашего авторитета. Неужели вы думаете, что я не предусмотрел этого? Я предвидел все, что может случиться, когда умрет мой отец. Я готов к этому, и его преемник будет моим ставленником. Мои войска будут защищать его. Нет, я не страшусь смерти папы. Она не помешает осуществлению моих планов. Внезапно герцог вскочил с кресла и начал ходить по комнате. Церковь виновата в том, что эта страна разделена. Она никогда не была достаточно сильна, чтобы объединить под своей властью всю Италию. Она только и могла, что не дать это сделать кому-нибудь другому. Италия не достигнет процветания, пока она разделена. Да, наша несчастная страна стала жертвой варваров, именно потому, что ею правит сон сеньоров и государей. Валентина остановился, и его чувственные губы сложились в саркастической улыбке. Он заглянул в глаза Макьевелли. В поисках лекарства вы должны обратиться к Евангелию, мой любезный секретарь, которая говорит, воздайте Цезарю Цезарева, а Богу Боговам. Смысл слов герцога был очевиден. У Макьевелли вырвался вздох испуганного изумления. Он был странным образом очарован этим человеком, который легко мог говорить о вещах, вселяющих ужас в весь христианский мир. Государь должен поддерживать духовную власть Церкви, холодно продолжал он, потому что это принесет его народу благо и счастье, а я не знаю лучшего способа вернуть Церкви духовную власть, которую она так нерасчетливо потеряла, чем снять с нее бремя светской власти. Макьевелли пребывал в растерянности, не зная, что ответить на замечание, полное столь отвратительного цинизма, но от необходимости отвечать его избавило царапанье в дверь. «Кто там?» крикнул герцог, выведенный из себя этим вмешательством. Ответа не последовало, но дверь распахнулась и вошел человек, в котором Макьевелли узнал Дона Михеле, испанца, известного под прозвищем Микелотто. «Именно он», — говорила молва, своими собственными руками, удавил красивого и несчастного юношу Альфонсо из Бесчелье, которого любила Лукреция. Микелотто был крупным, волосатым человеком, мощного сложения, с густыми бровями, жесткими глазами и коротким тупым носом. С лица его не сходило выражение холодной ярости. «А, это ты?» — воскликнул герцог. Выражение его лица изменилось. «Мурьерон». Макьевелли плохо знал испанский, но это мрачное слово он не мог не понять. Они мертвы. Человек остался у дверей, и герцог подошел к нему. Они говорили в полголосы и по-испански, и Макьевелли не понял о чем. Герцог задал один-два коротких вопроса, а другой, казалось, отвечал на них довольно подробно. Валентино рассмеялся своим необычным легким веселым смехом, который означал, что он рад и доволен. Дон Михелес вскоре вышел, и герцог со счастливой улыбкой в глазах снова сел на свое место. Виттелотца и Оливеротто мертвы. Умерли они не так героически, как жили. Оливеротто молил о пощаде. Он возложил всю вину за свое предательство на Виттелотца и сказал, что его ввели в заблуждение. А Пагула Арсини и герцог Гравинский? Завтра я беру их с собой под стражей. Я буду держать их, пока не получу известий от его святейшества папы. Как только я арестовал этих негодяев, я послал курьера к папе с просьбой схватить кардинала Арсини. Пагула и его племянник должны ждать наказания за свои преступления до тех пор, пока я не буду уверен, что кардинал схвачен. Лицо Борджа помрачнело, словно тяжелое облако легло между его бровей. Воцарилось молчание, и Макьевелли, полагая, что аудиенция закончена, поднялся. Но герцог неожиданным, нетерпеливым жестом указал ему на стул. Он заговорил тихим голосом, но интонации его были жесткими, гневными и решительными. Мало уничтожить этих мелких тиранов, чьи подданные стонут под их игом. Мы жертвы варваров, ломбардия опустошена, Тоскана и Неаполь обложены данью. Только я могу уничтожить этих отвратительных и жестоких выродков, только я могу освободить Италию. Господь свидетель, Италия ждет освободителя, который скинет с нее путы. Время пришло, и это дело принесет славу тем, кто примет в нем участие и благо народу этой земли. Он обратил свои ярко горящие глаза, свой мрачный взор на Макьявелли, словно силой своего взгляда, намереваясь сломить его волю. Как вы можете оставаться в стороне? Нет сомнений, не найдется ни одного настоящего итальянца, который отказался бы идти за мной. Макьявелли мрачно смотрел на Цезаря Борджо. Он глубоко вздохнул. Самое большое желание моего сердца освободить Италию от варваров, которые грабят и разоряют нас, опустошают наши земли, насилуют наших женщин и разрушают города. Может быть, вы и есть человек, избранный Господом спасти нашу страну, но цена, которую вы просите у меня, присоединиться к вам в деле уничтожения свободы города, давшего мне жизнь. С вами или без вас, но Флоренция потеряет свою свободу. Значит, я погибну вместе с ней. Герцог недовольно и раздраженно пожал плечами. Это речи древнего римлянина, а не здравомыслящего человека. Высокомерным жестом руки он показал, что аудиенция закончена. Макьявелли поднялся, поклонился и произнес обычное заверение в уважении. Он был уже у дверей, когда голос герцога остановил его, и теперь, будучи умным актером, герцог сменил свой тон на приветливо дружеский. Прежде чем вы уйдете, секретарь, я хотела спросить у вас совета. В Эмоле вы подружились с Бартоломео Мартелли. Он неплохо выполнил одно-два моих поручения. Мне нужно отправить человека в Монпелье для ведения переговоров с торговцами шерстью, а заодно он мог бы выполнить кое-какие поручения и в Париже. Вы знаете, Бартоломео, как вы считаете, имеет смысл посылать его? Он говорил как бы мимоходом, словно его вопрос не нес никакого скрытого смысла, но Макьевелли понял, на что намекает герцог. Герцог предлагал отправить Бартоломео в путешествие, которое заставит его надолго покинуть Эмолу, и теперь можно было не сомневаться в том, что он знает о тайной страсти Макьевелли к Аврелии. Губы Макьевелли сжались, но, кроме этого, он ничем не выдал себя. Если вы, государь, настолько любезны, что спрашиваете моего совета, то я должен сказать, что Бартоломео так полезен в деле упрочения довольства вашим правлением среди граждан Эмолы, что будет серьезной ошибкой отсылать его из города. Вероятно, вы правы, он останется. Макьевелли еще раз поклонился и вышел. Глава тридцатая. Пьеро и слуги ждали его, улицы были темны и пустынны. Убитые, в большинстве раздетые до нога по-прежнему лежали здесь и там и на главной улице, как предупреждение другим, болтались на виселице мародеры. Тяжелые двери гостиницы были заперты на засов, но они постучали и их впустили, предварительно осмотрев в глазок. Ночь стояла отчаянно холодная, и Макьевелли с удовольствием расположился у огня в кухне. Постояльцы пили вино, играли в кости или карты, другие спали на скамьях или на полу. Хозяин положил матрацы для Макьевелли и Пьеро на полу своей комнаты, в ногах огромной кровати, на которой уже спали его жена и дети. Они улеглись бок о бок, завернулись в плащи, и Пьеро, утомленный дневным переходом из Фано, волнующими событиями дня и долгим ожиданием во дворце, мгновенно уснул, но Макьевелли не спалось. Ему было о чем подумать. Теперь он не сомневался, что Валентино знал о его бесплодной интрижке с Авреллией, и Макьевелли с горькой иронией улыбался, думая об ошибке, которую совершил этот изобретательный человек, полагая, что может сыграть на страсти, которые, как он считал, горел Макьевелли, чтобы сманить его со службы республики. Макьевелли считал его более проницательным, разве не наивно было полагать, что человека в здравом уме может так опьянить страсть к женщине, что он позволит этой страсти вмешиваться в серьезные дела? В женщинах нет недостатка, ведь сам же герцог, похитив Доротею Карачелло, жену кондотьера венецианской пехоты, в ответ на требования о ее возвращении, предъявленное ему присланными из Венеции послами, спросил их, уж не считают ли они, что он находит жительниц Романьи столь непривлекательными, что предпочитает похищать женщин со стороны? Только раз, да и то прощаясь, видел Мак-Явелли Аврелию за последние несколько недель, и если он все еще желал ее, то только потому, что не любил, когда какие-то препятствия мешали исполнению его желаний, а не потому, что страсть по-прежнему сжигала его. Он знал это, и сам себе показался бы глупцом, если бы пошел на поводу у столь мелкого чувства, но интересно было узнать, как герцог раскрыл его тайну. Конечно же, не через Пьеро он испытывал его и убедился в его верности. Серафина? Он был очень осторожен, и она никак не могла догадаться о том, что происходило. Монна, Катарина и Аврелия сами были слишком заинтересованными лицами и не могли предать его. Нина? Нет, они позаботились о ней. Вдруг Макьевелли ударил себя по лбу, какой же он осел. У него не осталось никаких сомнений, и винить за то, что он не догадался сразу, было некого, кроме себя самого. Фра Тимотео. Он был на жаловании у герцога, будучи близок с Серафиной и домашними Бартоломео. Он свободно мог шпионить за флорентийским послом, и через монаха герцог, вероятно, узнавал о каждом его шаге, о его посетителях, об отправке им писем во Флоренцию и о получении писем оттуда. При мысли о том, что он находился под наблюдением, Макьевелли испытал особое беспокойство, но эта догадка объясняла все. Не по простой случайности, в ночь, когда Бартоломео благополучно молился перед костями святого Виталия, Валентино послал за ним в тот самый час, когда он должен был стучать в дверь Аврелии. Фра Тимотео знал об их плане и обо всем сообщил герцогу. Гнев охватил Макьевелли, он с удовольствием свернул бы холеную в шею монаха, а цезарь Борджа решил, что разочарование распалит его страсть и сделает его более сговорчивым в переговорах. Вот почему фра Тимотео отказался в дальнейшем помогать ему. Без всяких сомнений, именно он убедил Аврелию в том, что провидение не дало ей совершить грех, и теперь она не должна поддаваться искушению. Интересно, сколько он получил, кроме моих двадцати пяти дукатов, пробормотал Макьевелли, забыв о том, что одолжил эти деньги у Бартоломео, который получил их от герцога. И все же он не мог не чувствовать удовлетворения при мысли о том, что герцог был готов на такие хлопоты, чтобы завлечь его к себе на службу. Весьма приятно было сознавать, что герцог так высоко ценил его. Во Флоренции Сеньория считала его веселым, остроумным человеком, они часто смеялись над его письмами, но не очень доверяли его суждениям и никогда не следовали его советам. «Нет, пророка в отечестве своем», вздохнул он. Он знал, что у него в мизинце больше ума, чем у них всех вместе взятых. Пьеро Содерини, глава правительства, был слабым, ограниченным милым человечком, и, вероятно, именно его имел в виду герцог, когда говорил о тех, кто больше боится совершить ошибку, чем стремиться поступить правильно. Другие, ближайшие его советники, были рабки, заурядны и нерешительны. Непосредственным патроном Макьявелли, секретарем республики, был Марвелло Вирджилио. Своим положением он был обязан привлекательной наружности и ораторскому дару. Макьявелли был предан ему, но невысоко ценил его способности. Как удивились бы эти глупцы, узнав, что агент, которого они послали к Валентину только потому, что он был слишком незначителен, назначен губернатором и молы и стал самым доверенным из советников герцога. У Макьявелли не было ни малейшего намерения принимать предложение герцога, но ему нравилось играть этой мыслью и представлять себе оцепенение сеньории и гнев его врагов. А Имола была бы только ступенькой. Если бы Цезарь Борджа стал королем Италии, то он вполне мог бы назначить Макьявелли своим первым министром, и тогда Макьявелли занял бы то же положение, что и кардинал Д'Анбуас при короле Франции. Неужели Италия в лице Борджа обрела своего освободителя? Хотя его и подстегивали личные амбиции, цель его была величественной и достойной его неукротимого духа. Он был умен и решителен, он умел заставлять народ любить и бояться себя, он завоевал уважение и доверие солдат. Италия была порабощена и унижена, но древняя ее доблесть несомненно не умерла. Объединенный сильным правителем ее народ заживет в безопасности, к которой он стремится, в процветании счастья, посвящая себя своим занятиям. Что может быть благороднее, чем принести этой земле благодать прочного мира? Но внезапно Макеавелли так поразила одна мысль, что он вздрогнул, и Пьеро, спавший рядом с ним, беспокойно заворочился во сне. Ему пришло в голову, что весь этот разговор был ничем иным, как розыгрышем. Он прекрасно знал, что Валентино, несмотря на внешнюю доброжелательность, был недоволен им, так как чувствовал, что он не приложил тех сил, какие мог, чтобы убедить сеньорию предоставить ему кондоту, которая повысит его престиж и увеличит его силы. Это могло быть его местью, и Макеавелли почувствовал, как по всему телу побежали мурашки при мысли о том, что все это время в Имоле герцог и Агапито и остальные наблюдали за его ловкими ходами и смеялись, изобретая способы разрушить его планы. Он попытался убедить себя, что это только фантазия, о которой лучше забыть, но уверенность не приходила к нему, а неопределенность была мучительна. Он провел очень неспокойную ночь. Глава 31 На следующее утро герцог, оставив в городе небольшой гарнизон, отправился со своей армией в Перуджу. Это был первый день Нового года, погода стояла плохая, и дороги, скверные в погожий сезон, были избиты копытами лошадей, повозками, ногами солдаты превратились в скользкую грязь. Армия останавливалась в небольших городах, где такая огромная масса людей не могла найти пристанище, и те, кому удавалось найти хоть какой-нибудь приют, могли считать, что им повезло. Макьявелли любил удобство. Его угнетала необходимость спать в крестьянской лачуге в повалку с теми, кому посчастливилось устало прикорнуть на земляном полу. Приходилось есть то, что можно было купить, и Макьявелли с его слабым желудком страдал ужасно. В Сасса Феррато они узнали, что оставшиеся в живых Вителли бежали в Перуджу, и что в Гуальдо герцога ждут представители от Костелло, чтобы сдать ему город и его земли. Потом прибыл курьер и сообщил, что Джан-Паоло Бальони с Орсини, Вителли и своими тяжело вооруженными всадниками, оставив надежду отстоять Перуджу, убежали в Сиену, после чего жители подняли восстание, и на следующий день приедут делегаты, чтобы сдать ее. Так герцог, не нанеся ни одного удара, овладел двумя важными городами. Он отправился в Ассизи. Туда прибыли послы из Сиены, чтобы узнать, что побуждает его напасть на их города, а о таковых намерениях герцога говорила вся Италия. Герцог сказал им, что полон дружеских чувств по отношению к Сиене, но он решительно настроен изгнать Пандольфа Петруччи, их сеньора и его врага, и если они сделают это сами, им нечего опасаться его, если же нет, он придет со своей армией и сделает это своими руками. Он направился к Сиене, но кружным путем, чтобы дать ее жителям время подумать, а по пути захватывал замки и деревни. Солдаты грабили страну, жители убегали при их приближении, но если солдатам удавалось найти кого-нибудь стариков, слишком слабых, чтобы уйти, они подвешивали их за руки и разжигали у них под ногами огонь, чтобы узнать, где спрятаны ценности. Если жертвы не хотели или не могли сказать им об этом, потому что не знали, то они умирали под пыткой. Тем временем из Рима подоспели доброе известие. Получив письмо сына, в котором тот сообщал о событиях в Сенегалье, его святейшество отправил кардиналу Орсине послание, информируя его, вполне естественно, не о том, что произошло с его родней и друзьями, а сообщая радостное известие о сдаче крепости. И на следующий день, повинуясь чувству долга, кардинал прибыл в Ватикан к папе с поздравлениями в сопровождении родственников и слуг. Его провели в переднюю и там вместе с другими членами семьи арестовали. Теперь герцог мог благополучно разделаться со своими пленниками и Микелотто удушил Паголо Орсине, глупца, которого прельстили сладкие речи герцога и его племянника, герцога Гравинского. Кардинала заточили в замок Сан-Анджело, где спустя короткое время он весьма, кстати, скончался. Папа и его сын могли поздравить себя с тем, что подорвана мощь семьи, которая так долго была бельмом на глазу наместников Христа. И действительно, повод для ликования у них был, ведь избавившись от личных врагов, они оказали важную услугу церкви. Таким образом, они на деле продемонстрировали, что можно одновременно служить Господу и Мамоне. Глава 32. Когда герцог прибыл в местечко под названием Читта-де-Лапиаве, Макьявелли с облегчением узнал, что его преемник вот-вот покинет Флоренцию. Читта-де-Лапиаве представляла собой средних размеров городок с замком и собором, и Макьявелли повезло, так как он нашел здесь для себя более или менее приличное жилище. Герцог намеревался пробыть здесь недолго, не больше, чем нужно, чтобы дать отдых солдатам, и Макьявелли надеялся, что к тому времени, когда герцог отправится дальше, прибудет и новый посол Джакомо Сальвиатти. Долгие переходы в седле утомили его, плохая пища расстроила ему желудок, спал он мало и в убогих лачугах, которые в конце дня вынужден был покидать. Два или три дня спустя после полудня он лежал на кровати, давая отдых своему измученному дорогой телу, но испытывая при этом беспокойство, потому что разные мысли досаждали ему. Хотя он и писал сеньории, почти каждый день сообщая им то, что им надлежало знать, о самой важной части своего разговора с герцогом в Сенегалье сообщить не решался. Герцог предложил ему богатство и власть. Такая перспектива была грандиозной, и сеньория вполне могла решить, что если он уже теперь занимает такой важный пост, о котором, вероятно, и не мечтал раньше, то может не найти в себе сил противиться искушению. Они были мелкими людишками, снидаемые низкой подозрительностью, свойственной кляузным чиновникам. Они будут спрашивать себя, что за дела имел Макьявелес Валентино, и почему тот счел его достойным такой чести, на нем будет темное пятно. Ему, вероятно, перестанут доверять важные дела, и найти подходящий повод для его увольнения будет совсем нетрудно. Почему, спрашивал себя Макьявелли, они должны полагать, что он будет ставить интересы Флоренции выше своих собственных, тогда как сами они превыше всего ставят свои собственные, не считаясь ее безопасностью? Благоразумнее казалось сохранить все втайне, но тогда, если сеньория каким-либо образом пронюхает о предложении герцога, то само молчание Макьявелли будет свидетельствовать против него, он попал в нелегкое положение. Его размышления, однако, были прерваны чьим-то громким голосом, который спрашивал у хозяйки, здесь ли остановился мессер Никколо Макьявелли. Мессер Бартоломео воскликнул Пьеро, который, сидя у окна, читал одну из книг своего патрона. «Что, черт возьми, ему нужно?» раздраженно спросил Макьявелли, вставая с кровати. Через минуту толстяк ворвался в комнату, он обнял Макьявелли и поцеловал в щеки. «Вас было дьявольски трудно найти, я обошел чуть не все дома в городе». Макьявелли высвободился из его объятий, «Как вы здесь оказались?» Бартоломео поздоровался со своим юным родственником таким же любвеобильным образом, и только тогда ответил, «Герцог послал за мной в связи с кое-какими делами в Имоле, мне пришлось ехать через Флоренцию, и со мной приехала часть слуг вашего нового посла, он прибудет завтра, Николо, Николо, мой дорогой друг, вы спасли мне жизнь». Он опять заключил Макьявелли в свои объятия и еще раз расцеловал. Макьявелли высвободился еще раз. «Я рад вас видеть, Бартоломео», холодновато начал он, но купец оборвал его, «Чудо, чудо, и я должен благодарить за это вас, Аврелия беременна». «Что?» «Через семь месяцев, мой дорогой Николо, я стану отцом озорного мальчишки, и этим я обязан вам». «Если бы дела сложились по-другому, Макьявелли могло бы смутить это замечание, но сейчас он был изумлен». «Успокойтесь, Бартоломео, и объясните мне, что вы хотите сказать», сердито сказал он. «Почему вы этим обязаны мне? Как я могу быть спокоен, когда сбылось сокровеннейшее желание моего сердца? Теперь я могу умереть с миром в душе, теперь я могу оставить мое имущество и мой титул наследнику, вышедшему из моих собственных чресел, моя сестра Констанца вне себя от злости». Он разразился похожим на рев хохотом. Макьявелли недоуменно посмотрел на Пьеро, он ничего не мог понять и видел, что Пьеро удивлен не меньше его. «Конечно, этим я обязан вам, я бы никогда не поехал в Равенну и не провел холодной ночи в молитве перед алтарем святого Виталия, если бы не вы. Конечно, идея принадлежала Фра Тимотео, но я не верил ему, он уже посылал нас в паломничество то к одной, то к другой святыне, и ничего из этого не получалось. Фра Тимотео добрый и святой человек, но со священниками нужно держать ухо востро. Никогда нельзя быть уверенным в том, что они не преследуют своими советами каких-нибудь своих скрытых целей. Я не обвиняю их, они преданные сыновья нашей святой церкви, но я бы сто раз подумал, прежде чем поехать, если бы вы не рассказали мне о мессере Джулиано Делье Альбертелли. Вам я мог доверять, ведь вас заботило только мое благополучие, вы мой друг, я сказал себе, то, что случилось с одним из самых выдающихся граждан Флоренции, вполне может случиться и с тем, кто является не самым последним человеком в Эмоле. Аврелия зачала в ночь моего возвращения из Равенны. От возбуждения и длинной речи он обильно вспотел и вытер заблестевший лоб рукавом. Макьявелли недоуменно, с неприязнью и раздражением уставился на него. Вы вполне уверены, что Монна Аврелия в положении, язвительно сказал он. Женщины склонны ошибаться в таких делах. Это так же верно, как то, что я верую в Иисуса Христа. У нас были подозрения еще до вашего отъезда из Эмолы, и я хотел тогда же сообщить вам, но Монна Катарина и Аврелия уговорили меня не делать этого, не говорите ничего, сказали они, пока не будет полной уверенности. Разве вы не заметили, как плохо она выглядела, когда я привел вас попрощаться с нею? Она потом сердилась на меня, она сказала, что ей было стыдно предстать перед вами в таком ужасном виде. Она боялась, что у вас появятся подозрения и не хотела, чтобы кто-нибудь знал, пока не останется сомнений. Я пробовал разубедить ее, но вы же знаете, что себе воображает женщина, когда носит ребенка. «Я ни о чем не подозревал», сказал Макьявелли. «Дело в том, что я женился меньше года назад и у меня очень скромный опыт в таких делах. Я хотел, чтобы вы первым узнали об этом, ведь если бы не вы, я никогда бы не стал счастливым отцом, каким теперь скоро буду». Судя по выражению его лица, он снова был готов заключить Макьявелли в свои объятия, но Макьявелли предупредил его. «От всего сердца поздравляю вас, но если завтра прибывает мой посол, я не могу больше терять времени, я должен немедленно сообщить об этом герцогу». «Я покидаю вас, но вы должны поужинать со мной сегодня, вы и Пьеро, отметить это как полагается». «Это будет трудно сделать», брюзгливо сказал Макьявелли, «здесь не найти ни еды, ни вина, а если удается раздобыть что-нибудь, то это оказывается несъедобным». «Я заранее подумал об этом», сказал Бартоломео, с зычным хохотом потирая свои пухлые руки, и привез с собой вино из Флоренции, а еще кролика и молочного поросенка мы поедим досыто и выпьем за моего первенца». Хотя в настоящий момент Макьявелли и был абсолютно не расположен к юмору, он слишком плохо питался с того дня, когда покинул Имолу, и не мог противиться желанию отведать сносную пищу, и потому с дружеским видом, какой ему только удалось напустить на себя, он принял приглашение. Глава 33 И ужин состоялся. Под воздействием первой приличной пищи с того дня, как он покинул Имолу, и доброго к Янте, которое Бартоломео привез из Флоренции, Макьявелли оттаял. Он рассказывал сальные анекдоты, старые неприличные истории, немного сквернословил, был ужасно груб, отпускал непристойные шутки. Он заставил Бартоломео смеяться так, что у того разболелись бока, все трое немного захмелели. События в Сенегалье вызвали волнение по всей Италии, и большинство богатых воображением итальянцев рассказывали о событиях по-своему. Бартоломео жаждал услышать свидетельства очевидца, и Макьявелли с дружеской благосклонностью охотно оказал ему эту услугу. Он три или четыре раза писал отчет Сеньории, частично из-за того, что считал этот вопрос крайне важным, и частично из-за того, что, по меньшей мере, одно из его писем не достигло адресата. Он размышлял о разных происшествиях, подробности которых сумел узнать от одного или другого из приближенных Валентино. И вот теперь он добрался до сути того, что раньше вводило его в недоумение. Он сделал из этого увлекательную историю. Когда Ветелотца покинул Читто Ди Костелло и направился в Сенегалью, он простился со своей семьей и друзьями, словно знал, что видит их в последний раз. На своих друзей он оставил дом и его содержимое и завещал своим племянникам помнить добродетели их предков. Но если он знал об опасностях, которые угрожали ему, зачем он тогда покинул свой укрепленный город, спросил Бартоломео. Как можно уйти от своей судьбы? Мы предполагаем подчинять людей своей воле, мы предполагаем направлять ход событий в соответствии с нашими целями. Мы сражаемся, мы трудимся и устаем, а оказывается, что мы всего лишь игрушки в руках судьбы. Когда кондотьеров арестовали и Пагло Арсини стал жаловаться на вероломство герцога, Виттелотсо сделал ему единственный упрек. Теперь вы видите, как вы ошибались и в какое положение по вашей глупости попал я и мои друзья. Он был негодяем и заслужил смерть, сказал Бартоломео. Я продал ему несколько лошадей, а он так и не заплатил за них. Когда я потребовал деньги, он сказал, чтобы я приехал за ними в Читто Ди Костелло. Я предпочел списать их в убыток. Вы поступили мудро. Макевелли спрашивал себя, о чем думал этот незнавший жалости человек, старый, усталый, больной в те часы, что прошли между его арестом и тем мгновением, когда, привязав его к стулу, спина к спине, Соливеротто, Микелотто своими жестокими руками прикончил его. Микелотто на вид был приятным малым. Он охотно мог распить с вами бутылку вина и рассказать непристойный анекдот, сыграть странную испанскую мелодию, спеть ко времени дикую печальную песню своей страны. Трудно было поверить, что он и есть тот самый жестокий убийца. Какое ужасное удовлетворение получал он, делая эту грязную работу своими собственными руками. Макьевелли улыбнулся, подумав о том, что когда-нибудь герцог, решив, что больше и в нем нет нужды, прикажет убить его, испытывая при этом не больше угрызений совести, чем в то время, когда он отдал приказ казнить его верного и преданного офицера Рамиро де Лорка. Странный человек, пробормотал он. Может быть, великий? О ком вы говорите? спросил Бартоломео. О герцоге, конечно, о ком же еще? Он избавился от своих врагов с помощью такого виртуозного обмана, что стороннему наблюдателю остается только удивляться и восхищаться. Художники с их красками и кистями чего только не наплетут о своем искусстве, а что такое их искусство рядом с творением, в котором вместо красок живые люди, а вместо кистей ум и коварство. Герцог человек действия, он импульсивен, кто бы мог подумать, что у него хватит рассудительности и терпения довести этот красивый план до успешного завершения. Четыре месяца он держал их в неведении относительно своих намерений, он использовал их страхи, играл на их зависти друг к другу, он запутывал их своими уловками, он дурачил их лживыми обещаниями, с огромным искусством сеял он рознь между ними, отчего бентивольи из Болоньи и мальйони из Перуджи покинули их. Вы знаете, чем это кончилось для Больони, скоро настанет черед бентивольи, если это отвечало его целям, он был добродушен и приветлив, или тверд и коварен, и в конце концов они попались в ловушку. Это был шедевр обмана, который заслуживает того, чтобы остаться в памяти потомков за безупречность в подготовке и совершенство в исполнении. Болтливый Бартоломео собрался было что-то сказать, но Маккевелли еще не закончил. Он избавил Италию от мелких тиранов, которые были ее проклятием. Что он будет делать дальше? Другие до него, казалось, были избраны Богом, чтобы спасти Италию, и вдруг в самом разгаре их деяний фортуна отворачивалась от них. Он резко поднялся. Компания утомила его, и он не хотел слушать банальности Бартоломео. Он поблагодарил его за приятный вечер и в сопровождении верного Пьеро отправился к себе. Глава тридцать четвертая. На следующий день Бартоломео, закончив свои дела, отправился через Перуджу к дому. Чуть позднее Макьявелес Пьеро и двумя слугами в сопровождении нескольких приближенных герцога поехали встречать флорентийского посла. Когда Джакомо Сальвати, так звали посла, сменил дорожную одежду на подобающее его званию платье, Макьявелес проводил его во дворец, чтобы предъявить его полномочия герцогу. Макьявелес торопился назад во Флоренцию, но не мог уехать, не познакомив посла с различными лицами, которые были ему необходимы. При дворе герцога ничто не делалось за красивые глаза, и Макьявелес должен был информировать своего преемника о том, какие услуги может оказать такой-то и какое он ждет за это вознаграждение. Он должен был сообщить свое мнение о том, насколько можно доверять одному и полагаться на другого. Хотя Джакомо Сальватти и читал письма, которые Макьявелес отправлял сеньории, письмам Макьявелес не мог доверить всего, так как постоянно нужно было помнить о том, что письма могут перехватить, и теперь ему пришлось тратить долгие часы, пересказывая изустно многочисленные факты, которые полагалось знать послу. И потому только через шесть дней смог он отправиться из Читтеделла-Пиаве. Дорога была длинной и скверной и ничуть не безопасной, и чтобы до наступления темноты уехать как можно дальше, он решил тронуться в путь рано утром. К рассвету он был уже на ногах, оделся быстро. Сидельные мешки, собранные с вечера, слуги снесли вниз, и через несколько минут к нему вошла хозяйка дома, чтобы сообщить, что все готово и можно отправляться. Пьера уже при лошадях? Нет, мессера. Где же он? Он ушел. Ушел? Куда? Зачем? Противный мальчишка, он что, не знает, что я не люблю ждать, пошлите за ним одного из слуг, да побыстрее. Она поспешила исполнить его приказание, но не успела еще закрыть за собой дверь, как та снова открылась и вошел Пьера. Макьявеля удивленно уставился на него, он был одет не в свою поношную дорожную одежду, а в ало-желтую форму солдат армии герцога. На его губах играла озорная улыбка, но ей немного не хватало гостей. Я пришел попрощаться с вами, мессер Никколо, я вступил в армию герцога. Я и не думал, что вы надели эту пеструю форму ради маскарада. Не сердитесь на меня, мессеры. За те три с лишним месяца, что я пробыл с вами, я немного узнал мир, я был свидетелем великих событий и говорил с людьми, участвовавшими в них. Я силен, молод и здоров. Я не могу вернуться во Флоренцию и провести всю жизнь, просиживая штаны во второй канцелярии. Я не создан для этого, я хочу жить. Макьевелли задумчиво посмотрел на него. Нечто похожее на улыбку появилось на его губах, тонких, как лезвие бритвы. Почему вы не сказали мне, что у вас на уме? Я думал, вы помешаете мне сделать это. Я счел бы своим долгом указать вам, что солдатская служба тяжела, опасна и плохо оплачивается. Рискует жизнью солдат, а славу пожинает его командир. Он страдает от голода и жажды, ничто не защищает его от безумства стихий, если его захватывают в плен, у него отнимают все, даже одежду. Если он получает рану, его оставляют умирать. Если же он все же выздоровеет и станет непригодным для профессии солдата, то ему придется просить подаяния на улице. Он проводит жизнь среди грубых, жестоких и безнравственных людей, разрушая тем самым свои моральные устои и губя свою душу. Я счел бы своим долгом указать вам, что в канцелярии республики, вы бы заняли положение уважаемое и надежное, и своей энергией и раболепством перед капризами своих начальников смогли бы заслужить жалование достаточное, чтобы поддерживать душу в теле, а через много лет безупречной службы, если бы вы проявили ловкость, были не очень разборчивы в средствах и при удачном стечении обстоятельств, вы могли бы рассчитывать на повышение при условии, что зять или племянник какого-нибудь влиятельного лица в этот момент не пожелал бы поступить на государственную службу, но исполнив свой долг, я не стал бы предпринимать никаких шагов, чтобы помешать вам поступать так, как вам нравится. Пьеро с облегчением рассмеялся, потому что, хотя он и привязался к Макьявелли, все же побаивался его. Значит, вы не сердитесь на меня? Нет, мой дорогой мальчик, вы хорошо служили мне, и я нашел в вас честность, преданность и усердие, фортуна благосклонна к герцогу, и я не могу упрекать вас за то, что вы хотите последовать за его звездой. Значит, вы замолвите за меня слово перед моей матерью и дядей Бьяджо? «Вашу мать убьет это известие, она подумает, что это я сбил вас с пути, но Бьяджо разумный человек, он сделает все, чтобы утешить ее, а теперь, мой дорогой мальчик, я должен ехать». Он обнял юношу, намереваясь поцеловать его, но в этот момент увидел его рубашку. Он вытащил наверх украшенный богатой вышивкой воротник. «Где вы взяли эту рубашку?» Пьеро покраснел до корней волос. «Мне ее подарила Нина». «Нина? Служанка Моне Аврелии». Макьявелли узнал тонкое полотно, привезенное им для Бартоломео из Флоренции и, нахмурившись, принялся рассматривать искусную работу. Потом он посмотрел в глаза Пьеро. На лбу юноши выступили капельки пота. У Моне Аврелии оказалось больше материала, чем ей было нужно для мессера Бартоломео, и она отдала остаток Нине. «И Нина сама сделала эту прекрасную вышивку?» «Да». Это была неуклюжая ложь. «Сколько же рубашек она вам подарила? Только две. На больше не хватило материала». «Ну что ж, прекрасно. Вы сможете носить их на смену. Вы счастливчик. Если я сплю с женщинами, они не делают мне подарков, они ждут подарков от меня». «Я сделал это только чтобы угодить вам, мессер Николо», сказал Пьеро с обезоруживающей улыбкой. «Вы ведь сами просили меня соблазнить ее». Макьявелли прекрасно понимал, что Аврелии и в голову бы никогда не пришло отдать служанке несколько ярдов дорогого полотна, и он знал, что Нина не сумела бы сделать такую вышивку, да и сама Мона Катарина говорила, что только Аврелия умеет вышивать такие замысловатые узоры. Рубашки юноше подарила сама Аврелия. А почему? Потому что он был дальним родственником ее мужа? Чушь! Истина, горькая истина смотрела ему в лицо в ночь свидания, когда герцог послал за Макьявелли, Пьеро спал не со служанкой, а с ее хозяйкой, и не в результате чудотворного вмешательства святого Виталия, жена Бартоломео должна была принести ему сына, а в результате вполне естественных событий благодаря вот этому стоящему перед ним молодому человеку. Вот почему Мона Катарина приводила ему неуклюжие доводы против устройства еще одного свидания с Аврелией. Вот почему Аврелия избегала встреч с ним. Холодная ярость охватила Макьевелли. Эти две распутные бабы и мальчишка, которому он питал дружеские чувства, обвели его вокруг пальца. Он сделал шаг назад, чтобы хорошенько рассмотреть его. Макьевелли никогда не придавал особого значения мужской красоте. Он считал, что она почти ничего не значит, рядом с приятными манерами, легким разговором и дерзостью, которые позволяли ему завоевывать всех женщин, которых он желал. И хотя он и признавал, что Пьера привлекательный малый, он ни разу не дал себе труда внимательно рассмотреть его. Он разглядывал его сердитым взором. Юноша был высок и хорошо сложен, с широкими плечами, тонкой талией и красивой формы ногами. У него были курчавые каштановые волосы, плотной шапочкой облегавшие голову, большие круглые карии глаза под четко очерченными бровями, свежая кожа, гладкая и чистая, как у девушки, маленький прямой нос, чувственный рот и уши, плотно прилегавшие к черепу. Выражение его лица было смелым и открытым, бесхитростным и обаятельным. Да, подумал Макьевелли, он красив, и его красота привлекает глупых женщин. Я никогда не обращал на это внимания, иначе я был бы на чеку. Он проклинал себя за свою глупость, но как он мог подозревать, что Аврелии приглянется мальчишка, который, хотя и приходился дальним родственникам ее мужу, был всего лишь мальчиком на побегушках? Макьевелли использовал его, чтобы подать и принести, сбегать туда-сюда по его зову и приказу, и если он относился к нему прежде со снисходительностью, о чем сожалел теперь, то только потому, что Бьяджо приходился ему дядей. Пьеро был не глуп, но не обладал теми достоинствами, которые приобретает бывалый человек, и почти ничего не имея за душой, он в присутствии людей умудренных предпочитал помалкивать. Макьевелли прекрасно знал, что он умеет вести себя с женщинами, ему всегда удавалось очаровать, если такова была его цель, и он считал, что почти в совершенстве познал науку обольщения. Пьеро был всего лишь зеленым юнцом, кто, находясь в здравом уме, мог предположить, что Аврелия захочет второй раз обратить на него взор своих прекрасных глаз, когда у ее ног был человек незаурядный, многоопытный в мирской мудрости и изысканный в беседе. Это было выше его понимания. Пьеро хладнокровно выдержал взгляд своего патрона, он пришел в себя после первого смущения и осторожность его манер свидетельствовала о том, что он на чеку. «Мне здорово повезло», холодно заметил он, но с такой интонацией словно был склонен принимать везение как должное. По пути из Сенегалии заболел паш графа Лодовика Альвази, и ему пришлось вернуться в Рим, а на его место граф взял меня. Граф Лодовика приближенный Валентино был одним из тех знатных римлян, которые пошли на службу герцогу уланами. Как вам это удалось? Мессер Бартоломео поговорил обо мне с казначеем герцога, и тот все устроил. Макьевелли чуть поднял брови. Мальчишка не только соблазнил жену Бартоломео, но еще и использовал его, чтобы получить желаемую должность при одном из фаворитов герцога. Если бы сам он не был так глубоко замешан в этом деле, то ситуация показалась бы ему забавной. «Фортуна благосклонна к молодым и дерзким», сказал он. «Вы далеко пойдете, но позвольте мне дать вам несколько советов. Старайтесь не приобрести репутации умного человека, потому что тогда все будут считать, что вы не в своем уме. Научитесь подмечать настроение людей и приспосабливайтесь к ним. Смейтесь вместе с ними, когда они веселы, вытягивайте лицо, когда они мрачны. Глупо быть умным с дураком и валять дурака с умным. С каждым нужно говорить на его языке. Будьте обходительны, это стоит так мало, а выгоды приносят огромные. Быть полезным для других и уметь показать, что ты полезен, значит быть полезным вдвойне. Ублажать себя, не ублажая других, бесплодное занятие. И не забывайте, что ублажать человека нужно, не поощряя его добродетели, а угождая его пороком. Никогда не будьте до конца откровенно с приятелем, чтобы он не мог использовать вашу откровенность во вред вам, если станет вашим врагом, и не обходитесь с врагом так дурно, чтобы навсегда исключить возможность дружбы между вами. Будьте осторожны в речах, сказать слово можно в любое время, а вот взять его назад никогда. Истина самое опасное оружие, какое только может оказаться в руках человека, и потому с ним нужно обращаться осторожно. Уже много лет я не говорю того, во что верю, точно так же, как не верю в то, что говорю. И если все же иногда я и говорю правду, то я прячу ее в таком нагромождении лжи, что разглядеть ее довольно трудно. Но пока эти трюизмы сходили с языка Макьявелли, мысли его были заняты чем-то более важным, и он почти не слышал, что говорит, потому что он знал, что находящийся на виду человек может быть развратным, невежественным, жестоким, мстительным, слабым, корыстным, нерешительным и глупым, и в то же время добиться высокого положения в государстве. Но если он смешон, то с ним все кончено. Клевету он может отразить, на оскорбление может не обратить внимания, но против смеха нет защиты. Хотя утверждение это и может показаться странным, но власть не обладает чувством юмора, а смеяние это орудие, которым дьявол препятствует дерзновенному человеку в его многотрудном стремлении к совершенству. Макьявелли дорожил мнением о себе своих соотечественников и отношением отцов республики к его суждениям. Он был уверен в своих умозаключениях и стремился к тому, чтобы участвовать в делах значительных. Он был слишком проницателен и прекрасно понимал, что в этом неудавшемся романе с Аврелией он выглядит комически. Если эта история дойдет до Флоренции, он станет посмешищем, беспомощной жертвой жестоких шуток и грубых намеков. Холодная дрожь прошла по его телу при мысли о пасквилях, эпиграммах, которые породит его приключения в лукавых флорентийских умах. Даже его друг Бьяджо, такая удобная мишень для его шуток, с радостью ухватится за возможность отплатить по старому и далеко неравному счету. Он должен заставить Пьера молчать, иначе он конченый человек. Он дружески положил руку на плечо юноши и любезно улыбнулся, но глаза, устремленные на Пьера, горящие, пронзительные, маленькие глаза, были холодными и жесткими. И последнее, что я хочу сказать вам, мой дорогой мальчик, фортуна непостоянно изменчива. Она может одарить вас властью, почестями и богатством, но может и ввергнуть вас в рабство, позор и нищету. И герцог тоже игрушка в ее руках, и она, повернув свое колесо, может привести его к гибели. Тогда вам понадобится друзья во Флоренции. С вашей стороны было бы недальновидно наживать врагов в лице тех, кто сможет помочь вам в несчастье. Республика с подозрением относится к тем, кто оставляет службу у нее ради службы человеку, которому она не доверяет. Несколько слов, сказанных в нужное ухо, могут легко привести к конфискации вашего имущества, и тогда вашей матери, которую выгонят из дома, придется жить на скудные подаяния родни. У республики длинные руки, если она сочтет необходимым, то ей не составит труда найти бедствующего гасконца, который за несколько дукатов всадит вам нож в спину. Или в руки герцога может попасть письмо, из которого можно будет заключить, что вы флорентийский шпион, а на дыбе вы признаетесь, что это действительно так, и вас повесят как простого вора. Это огорчит вашу матушку ради вас, ради вашей жизни. Я рекомендую вам не распускать языка, неумно говорить все, что знаешь. Макьевелли, не сводивший взгляда с карих ясных глаз, Пьеро увидел, что тот понял. Не опасайтесь, мессера, я буду нем как могила. Макьевелли весело рассмеялся, я всегда считал вас умным. И хотя теперь оставшихся денег ему едва хватало на обратную дорогу до Флоренции, он решил, что наступил момент показать свою щедрость, пусть даже чрезмерную, и, вытащив кошелек, он в качестве прощального дара вручил Пьеро пять дукатов. Вы хорошо и верно служили мне, сказал он, и мне будет приятно дать Бьяджо благоприятный отчет о вашем усердии к моим интересам и к интересам республики. Он дружески поцеловал его, и они рука об руку пошли вниз по лестнице. Пьеро придержал голову лошади, когда Макьевелли садился в седло, он шел рядом до самых городских ворот, и там они расстались. Глава тридцать пятая Макьевелли слегка пришпорил лошадь, и она перешла на неторопливый голоб. Сразу же следом за ним ехали слуги. Он пребывал в дурном настроении. да, 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 одурачили его, фра Тимотео, Аврелия, ее мать и Пьеро. Он даже не знал, на кого из них зол больше, и хуже всего было то, что он не знал, как отомстить им. Они неплохо повеселились за его счет, а способа отплатить им у него не было. Конечно, Аврелия глупа, хитра, как и все женщины, но глупа, иначе она не предпочла бы безусова мальчишку мужчине в расцвете сил, человеку посвященному, которому его правительство доверило ведение важных переговоров. Ни один разумный человек не стал бы отрицать, что сравнение было явно в его пользу. Никто не может сказать, что он вызывает отвращение. Мариетта всегда говорила ему, что ей нравится, как у него растут волосы, они похожи на черный бархат. Благодарение Господу за Мариетту ей можно доверять, ее можно оставить на полгода и не сомневаться, что она не будет поглядывать ни направо, ни налево. Конечно, последнее время она доставляла ему немало беспокойств, сетую через Бьяджо, что он все не возвращается и не пишет, и оставил ее без денег. Ну, что же, в ее положении женщины всегда раздражительны. Он отсутствовал три с с половиной месяца. Она, вероятно, ужасно растолстела. Когда же ей рожать? Они уже решили, что мальчика назовут Дернардо в честь его отца, ныне покойного, но если она и роптала в связи с его долгим отсутствием, то только из любви к нему. Бедная девочка. Хорошо будет снова вернуться к ней. Вот в чем преимущество женатого человека. Когда бы ты ее не пожелал, она всегда ждет тебя. Конечно, она не так красива, как Аврелия, но она добродетельна, а уж этого про дочь Монны Катарины сказать никак нельзя. Жаль, что он не догадался купить ей подарок, но ему только сейчас пришла в голову эта мысль, а теперь у него просто не осталось денег. Жаль, что он столько потратил на Аврелию. Шарф, перчатки, розовое масло и золотая цепочка, ах, нет, не золотая, серебряная, с позолотой, что он дал Моне Катарини. Если бы у нее была хоть капля совести, она вернула бы цепочку, неплохо было бы подарить ее Мариете и угодить ей, но разве женщины когда-нибудь возвращали подарки? Старая сводня, вот кто она, к тому же еще и бесчестная. Она прекрасно знала, что цепочка это плата за то, чтобы она все устроила для него, а если товар не был поставлен, то она по меньшей мере должна была вернуть задаток. Но она самая настоящая шлюха. Он с первого взгляда понял это. она получала грязное удовольствие от того, что помогала другим в разврате, которому сама уже была неспособна. Он был готов поставить дукат на то, что она своими руками положила Пьеро в постель Каврелии. Они, должно быть, неплохо посмеялись, когда ели каплунов, которые он прислал с Пьеро, и пока он стоял у двери под проливным дождем, они попивали его вино. Если бы Бартоломео не был дураком, он бы знал, что вверять такой женщине заботы о чести своей жены настоящее безумие. На минуту мысли Макьявелли обратились к этому толстому дураку. Все это случилось по его вине. Если бы он следил за ней как надо, сказал себе Макьявелли, то мне никогда и в голову бы не пришло ничего такого, я и пытаться бы не стал. Во всем виноват Бартоломео, но каким же ослом был он, Макьявелли, когда послал ей этот дорогой шарф с извинениями за то, что не смог прийти в назначный час, и послал его утром не с кем-нибудь, а именно с Пьеро, когда чувствовал себя хуже некуда, когда голос его сел, послал, чтобы она могла получить подарок до возвращения Бартоломео. Как, наверное, они хохотали, а может быть, Пьеро воспользовался возможностью, чтобы еще раз... Они были неплохой парой, тут ничего не скажешь. Но еще хуже то, что он не только щедро одарил ее, он, чтобы развлечь ее, рассказывал ей свои лучшие истории, пел свои лучшие песни, чтобы очаровать ее, он льстил ей, короче говоря, делал все, что делает мужчина, когда хочет завоевать благосклонность женщины, а потом появился этот несчастный мальчишка и только потому, что ему 18 лет и он привлекателен, получил даром то, на что он потратил целый месяц и денег много больше, чем мог себе позволить. Интересно, как это все получилось у Пьеро? Может быть, Мона Катарина из страха, что Бартоломео усыновит своих племянников, сама предложила ему? Он представил себе их разговор. Ну, что же мы будем делать? Не можем же мы ждать его вечно. Жаль терять такую возможность. На твоем месте, Аврелия, я бы не колебалась. Посмотри на него, какое у него приятное лицо, какие курчавые волосы. Он похож на Дениса с картины, что висит в ратуше. Если бы мне нужно было выбирать между ним и этим мессером Никола, с его желтой кожей, длинным носом и маленькими, как бусины, глазами... Ну, дорогая, тут и двух мнений быть не может, и потом, я полагаю, он может сделать то, что ты хочешь, много лучше, чем этот худосочный секретарь. Но гнев, который у него вызывали Аврелия, Пьера, Мона Катарина и Бартоломео, не шел ни в какое сравнение с тем, какой он испытывал к фра Тимотео. Именно этот вероломный негодяй и разрушил все его тщательно подготовленные планы. Немного же у него было шансов читать проповедь к великому посту во Флоренции, прошипел он. У него и в мыслях никогда не было рекомендовать монаха, но он чувствовал удовлетворение, думая о том, что если бы у него было такое намерение, он, не колеблясь, отказался бы от него. Этот человек настоящий мерзавец. Неудивительно, что христианство теряет свою власть над людьми, а люди стали безнравственными, распущенными и развращенными. Да и к чему уж тут удивляться, если в самих церковниках нет ни чести, ни чувства справедливости. Одурачили, одурачили, все они одурачили его, но самым чудовищным образом, этот негодяй монах. Вдруг, громко вскрикнув, он натянул поводья, и лошадь остановилась так резко, что Макьявелли подбросила в седле, подъехали слуги. Что-нибудь случилось, мессера? Ничего, ничего, он поехал дальше. Этот крик и инстинктивное движение были вызваны одной мыслью, которая пронеслась у него в голове. Сначала ему показалось, что его сейчас вырвет, а потом он понял, что на него сошло вдохновение, ему пришло в голову, что в этом происшествии есть пьеса. Вот как сможет он отомстить этим людям, которые ограбили его и надсмеялись над ним. Он выставит их на осмеяние, сделает их объектом всеобщего презрения. Его дурное настроение улетучилось, и чем дальше он ехал, занимая этими мыслями свое воображение, тем яснее проступала на его лице плутовская улыбка. Действие будет происходить во Флоренции, потому что он видел своих героев на знакомых улицах. Ему нужно было всего лишь немного оттенить их характеры, чтобы они выглядели более броскими на сцене. Бартоломео, например, должен быть еще глупее и доверчивее, чем в жизни, а Аврелия более откровенно изговорчивый. Он уже назначил Пьеро роль сводника, который и должен был провести в жизнь обман, ведущий главного героя к его цели, и уж он постарается сделать из него негодяя. В целом пьеса была уже ясна ему, сам он будет главным героем, и сразу же ему пришло в голову имя, которым он назовет себя Каллемако. Это флорентиец, молодой, красивый, богатый, проведший несколько лет в Париже, это даст ему возможность сказать несколько язвительных фраз в адрес французов, которых он не любил и невысоко ценил. И по возвращении домой во Флоренцию, безумно влюбившийся в Аврелию. Как он ее назовет? Лукреция. Макьявелли хмыкнул, решив дать ей имя римской Матроны, известной своими добродетелями, заколовшей себя кинжалом после того, как Тарквини обесчестил ее. Конечно, у пьесы будет счастливый конец, и Калли Мако проведет ночь любви с предметом своих желаний. Но ему по-прежнему не была ясна идея, которая заставит действовать этих марионеток. Она должна быть естественной, даже непристойной, ведь он собирался писать комедию, и такой смешной, что люди от изумления разинут рты, а потом разразятся смехом. Он неплохо знал Плафта и Теренция, и сейчас перебирал в памяти их пьесы, пытаясь вспомнить, нет ли в них какой-нибудь хитрой выдумки, которая может послужить его цели. Но вспомнить он ничего не мог. Дело осложнялось еще и тем, что на память невольно приходили сценки оттуда и отсюда, вспоминались увлекательные диалоги, пикантные ситуации. Время прошло так быстро, что он удивился, когда они прибыли в местечко, где наметили провести ночь. К черту любовь, пробормотал он, спешившись. Что такое любовь рядом с искусством? Глава 38. Местечко называлось Кастильоне Аретино. Там была гостиница, которая выглядела во всяком случае не хуже, чем любая из тех, где он ночевал с того дня, как покинул дом. Движения на свежем воздухе, да его разбушевавшаяся фантазия, разбудили в нем здоровый аппетит, и, войдя в дом, он первым делом заказал ужин. Потом он вымыл ноги, что, будучи человеком чистоплотным, он любил делать раз в четыре-пять дней, и, вытерев их, написал короткое письмо сеньории, которое сразу же отослал с курьером. Гостиница была переполнена, но хозяин сказал, что для него найдется место на огромной кровати, где он спит со своей женой. Макьявелли взглянул на нее и сказал, что, если у него есть пара овечьих шкур, чтобы бросить их на пол в кухне, то для него это будет вполне достаточно, и сел есть макароны, которых ему подали огромную порцию. Что такое любовь в сравнении с искусством, повторил он? Любовь приходящая, а искусство вечно. Любовь это просто изобретение природы, с помощью которого она вынуждает нас плодить для этого враждебного мира существа, обреченные со дня своего рождения и до дня своей смерти испытывать голод и жажду, болезни и страдания, зависть, ненависть и злобу. Эти макароны приготовлены лучше, чем я мог предполагать, а приправа остра и сочна, куриная печень и гусиная потроха, сотворение человека было даже не трагической ошибкой, это было нелепой случайностью. Что может оправдать его? искусство, я полагаю, Лукреции, Горации, Катул, Данте и Петрарка, но, может быть, они никогда не создали бы своих божественных творений, если бы их жизнь не была полна потрясений, потому что, несомненно, если бы я лег в постель с Аврелией, мне бы никогда не пришла в голову мысль написать пьесу, а значит, если задуматься, все обернулось к лучшему. Я потерял безделку, а нашел алмаз, достойный королевской короны. Хорошая еда и приятные мысли вернули Макьявелли в его обычное общительное настроение. Он сыграл в карты со странствующим монахом, направлявшимся из одного монастыря в другой, и любезно проиграл ему, потом, улегшись на овчину, сразу же заснул и спал, не просыпаясь до рассвета. Солнце только что встало, а он уже был в пути. День обещал быть прекрасным. Он пребывал в приподнятом настроении. Через несколько часов он снова будет у себя дома. Он надеялся, что Мариэта так обрадуется его приезду, что не станет упрекать его за небрежение к ней. После ужина заглянет Бьяджо, дорогой, милый Бьяджо, а завтра он увидит Пьеро Содерини. Потом он пойдет к друзьям, ах, какая это будет радость снова оказаться во Флоренции, ходить каждый день в канцелярию, бродить по улицам, которые он знает с детства, и почти каждого, кого он встречает на этих улицах, он знает по имени, а со многими и перекидывается несколькими словами. С возвращением мессера скажет один, и ну и ну, Никола, откуда вы свалились, спросит другой. Полагаю, вы вернулись с карманами полными золота, пошутит третий, и когда же ждать счастливого события, осведомится один из друзей его матери. Дом Флоренция, дом, а еще и Каролина теперь совершенно свободная, потому что кардинал, который содержал ее, был слишком богат, чтобы умереть естественной смертью. Она шикарная женщина, у нее умный язык, говорить с ней одно удовольствие, а иногда ее можно уломать и получить бесплатно то, за что другие готовы платить большие деньги. Как прекрасен пейзаж тасканы. Через месяц зацветет миндаль. Он снова принялся обдумывать пьесу, которая не выходила у него из головы, и от этого почувствовал себя счастливым и молодым, и на сердце у него стало так легко, словно он на голодный желудок выпил вина. Он повторял про себя циничные речи, которые он вложит в уста фра Тимотео. Внезапно он снова натянул поводья. Подъехали слуги, спросили, не нужно ли ему чего, и к своему удивлению увидели, что он трясется в безмолвном смехе. Он увидел выражение их лиц и стал смеяться еще сильнее, потом молча вонзил шпоры в бока лошади и сумасшедшим галопом понесся по дороге, пока несчастное животное, не привыкшее к таким скачкам, не перешло на привычный для нее шаг. Наконец-то идея осенила его, идея, в поисках которой ломал он голову, и пришла она неожиданно. Он даже не мог сказать как или почему или когда, а идея была та самая, какая была нужна ему. Непристойная, неожиданная и смешная. Это было почти чудо. Все знали, что доверчивые женщины покупали корень мандрагоры, который якобы способствует зачатию. Это был всеобщий предрассудок, и о применении корня ходило множество непристойных историй. Теперь он убедит Бартоломео, который уже получил имя Мессер Нича, что его жена забеременеет, если выпьет настойку этого корня, но что первый мужчина, который после этого вступит с ней в сношение, умрет. Как его убедить в этом? Очень просто. Он, Калли Мако, переоденется доктором, обучавшимся в Париже, и предпишет ей курс лечения. Мессер Нича, несомненно, призадумается, прежде чем расстаться с жизнью ради того, чтобы стать отцом, и, значит, нужно найти кого-нибудь постороннего, кто на одну ночь займет его место. Этим посторонним станет, конечно, Калли Мако, то есть Макьевелли. Теперь, когда у него был сюжет, сцены сами по себе следовали одна за другой. Они ложились на свои места как части головоломки, словно пьеса писала сама себя, а он, Макьевелли, был не более, чем переписчик. Если он был возбужден раньше, когда мысль о создании из его фиаско-пьесы еще не посетила его, то он был возбужден вдвойне теперь, когда ясно видел ее своим мысленным взором, словно она была сад с террасами и фонтанами. «Смотрите, мессера», воскликнул его слуга Антонио, догнав его Флоренция. Макьевелли остановился. Вдалеке, на фоне зимнего неба, уже обледнеющего к концу дня, он увидел купол, гордый купол, воздвигнутый Браманте. «Вот он лежал перед ним, город, который он любил больше своей души». «Нет, не пустые слова», сказал он Валентино. «Флоренция, город цветов с его колокольней, баптистерием, его церквями и дворцами, его садами, старым мостом, по которому каждый день он проходил по пути в палаццо, и его дом, его брат Тото, Мариэто, его друзья. Город, в котором он знал каждый камень, город с его великой историей, отечество его и его предков. Флоренция, город Данте и Бокаччо, город, который веками сражался за свою свободу, Флоренция возлюбленная». Слезы покатились по щекам, он сжал зубы, чтобы подавить рыдание. Теперь она была бессильна, ею управляли люди, потерявшие мужество, разложившиеся, граждане, которые раньше немедля поднимали оружие против всякого, кто угрожал их свободе, теперь интересовались только куплей и продажей. Свободная ныне только милостью короля Франции, которому она платила презренную дань, имеющая защиту только в лице вероломных наемников, как могла она противиться напору этого безудержного, отчаянного человека, который настолько не боялся ее, что даже не утруждал себя сокрытием своих намерений. Флоренция была обречена. Может быть, и не под натиском Цезаря Борджа падет она, может быть, придет другой, но падет она неизбежно, может быть, не в этом году и не в следующем, но прежде, чем успеют состариться те, кому сейчас за тридцать. К черту искусство, сказал он, что такое искусство рядом со свободой? Люди, потерявшие свободу, теряют все. Если мы хотим успеть засветло, мы должны поспешить, мессера, сказал Антонио, пожав плечами Маккевелли, натянул поводья, и уставшая лошадь пошла и на ходью. Эпилог Миновали четыре года, и многое произошло за это время. Александр Шестой умер, Валентино предусмотрел все, что могло случиться после смерти его отца, но он не мог предвидеть, что в это время и сам будет при смерти, но даже и больной, так отчаянно больной, что только его сильное тело и спасало его, сумел он добиться избрания папой кардинала Пия Третьего, страшиться которого у него не было причин, но сеньоры, с которыми он воевал раньше и которых он изгнал из их владений, ухватились за возможность возвратить себе свои земли, и он уже не мог помешать им. Гвидобальда ди Монтефельтро вернулся в Урбино, Вителли возвратили себе Читто ди Костелло, а Джан-Паоло Бальони захватил Перуджу. Только Романья осталась верной ему. Потом старый больной Пий Третий умер, и папский престол занял Джулиано Делло Ровере, смертельный враг семейства Борджа. Чтобы заручиться поддержкой тех кардиналов, чьи голоса контролировал Валентино, будущий папа пообещал назначить его главным управляющим делами церкви и гарантировать ему неприкосновенность захваченных им территорий. Цезарь счел, что обещаниям, которые дают другие, можно верить больше, чем его собственным. Он совершил фатальную ошибку. Юлий Второй был мстителен, коварен, неразборчив в средствах и жесток. Очень скоро он нашел предлог и арестовал герцога. Потом он вынудил его сдать города Романьи, которые еще удерживали его кондотьеры. А когда с этим было покончено, позволил ему бежать в Неаполь. Здесь спустя некоторое время он по приказу короля Фердинанда был брошен в узницу и сразу же увезен в Испанию. Сначала его заточили в крепость Мурча, а потом для вящей надежности перевели в крепость Медина Дель Кампо в центре Старой Кастилии. Казалось, Италия наконец и навсегда избавилась от этого авантюриста, безграничной амбиции которого так долго нарушали ее спокойствие. Но несколько месяцев спустя вся страна перепугалась, узнав, что он бежал и, переодетый купцом после опасного путешествия, добрался до Памплоны, столицы государства его зятя, короля Наваррского. Его сторонники, узнав об этом, воспрянули духом, и в городах Романьи на улицах стали появляться ликующие толпы. Мелкие государи Италии затряслись от страха в своих владениях. Король Наварры в это время воевал со своими баронами. Он поставил Цезаря Борджа во главе армии. Макьявелли эти четыре года работал, не покладая рук. Его посылали с разными миссиями. Ему поручали ответственное дело создания милиции, чтобы Флоренция не целиком зависела от наемников, а если он не был занят ничем другим, то отдавался делам второй канцелярии. Его желудок всегда был слаб, а путешествия в седле в летнюю жару, в холод, ветер, дождь и снег зимой, ужасающее неудобство гостиниц, скверное и нерегулярное питание истощили его организм. И в феврале 1507 года от Рождества Христова он серьезно заболел. Ему пускали кровь, давали слабительное, он принимал свое любимое средство, пилюли своего собственного изготовления, которые по его глубокому убеждению помогали от всех болезней. Он был уверен, что поправился именно благодаря им, а не докторам, но после болезни и лечения он так ослабел, что сеньория предоставила ему месячный отпуск. Он отправился в свое имение в Сан-Кашьяно, располагавшееся в трех милях от Флоренции, и там быстро окреп. Весна в том году началась рано, и деревенский пейзаж с деревьями, на которых уже просыпались почки, дикими цветами, свежей зеленой травой, хорошо поднявшейся пшеницей, ласкал взор. Пейзаж Тосканы всегда притягивал Макьевелли своей теплотой, которая взывала скорее к разуму, чем к сердцу. В нем не было ни утонченности альпийских лугов, ни величия моря, это был просто земельный надел, милый, веселый и элегантный, нравившийся людям, которые любят шутку и веский довод в споре, хорошеньких женщин и доброе веселье. Он напоминал не о величественной торжественной музыке Данте, а скорее о легком стиле Лоренцо Медичи. Мартовским утром Макьевелли, поднявшийся вместе с солнцем, пошел в рощу своего маленького имения, где работали дровосеки. Он задержался там, перебирая в памяти занятия вчерашнего дня, поговорил с дровосеками, потом пошел к ручейку и сел на берегу с книжкой, которую захватил с собой. Это был Овидий. И с улыбкой на тонких губах читал он очаровательные живые стихи, в которых поэт описывал свои любовные похождения. И, вспомнив о своих собственных, он какое-то время с удовольствием размышлял о них. «Насколько лучше грешить и каяться», пробормотал он, чем каяться, не согрешив. Потом, болтая с прохожими, он шел по дороге к гостинице, потому что он был человек общительный и, если не находил хорошей компании, то довольствовался плохой. Когда чувство голода сообщило ему, что время, вероятно, приближается к обеденному, он неторопливо пошел к дому и там со своей женой и детьми сел за скромную трапезу, которой их обеспечивала ферма. После обеда он вернулся в гостиницу, там были хозяин, мясник, мельник и кузнец. Он сыграл с ними партию в карты, шумную, крикливую партию. Страсти накалялись из-за каждого гроша, они кричали друг на друга, швыряли друг другу через стол оскорбления, потрясали кулаками перед носами друг у друга. Макьявелли кричал громче всех и яростнее всех размахивал кулаком. Приближался вечер. Макьявелли отправился домой. Мариэта, беременная, в третий раз собиралась кормить детей ужином. «Я думала, ты никогда не придешь», сказала она. «Мы играли в карты». «С кем?» «Обычный набор мельник, мясник и батиста». «Сброд». «Они не дают моим мозгам покрыться плесенью, а, говоря откровенно, они ничуть не глупее государственных министров и даже не такие наглые, как они». Он посадил себе на колени старшего сына Бернардо, которому скоро должно было исполниться четыре, и начал кормить его. «У тебя остынет суп», сказала Мариэта. «Ели они на кухне вместе со служанкой и работником, и когда Макьявелли доел суп, служанка принесла ему полдюжины зажаренных на вертеле жаворонков. Он удивился и обрадовался, потому что обычно ужин состоял только из миски супа и салата. Что это?» «Джованни поймал их силками, и я подумала, что ты будешь доволен, если подать их к ужину». «И это все для меня?» «Да». «Ты хорошая женщина, Мариэта, за пять лет жизни с тобой я узнала, что путь к твоему сердцу лежит через желудок, сухо», сказала она. «За это тонкое наблюдение ты получишь, жаворонка дорогая», ответил он, взяв одну из птичек пальцами и, несмотря на протесты жены, засунул ей в рот. В восторге устремляются они к небесам, их сердца разрываются от песен, а потом их ловит мальчишка, их жарят и съедают. Так и человек, несмотря на все его высокие идеалы, его способность воспринимать красоту и его стремление к бесконечному в конце концов попадает в ловушку судьбы и служит одной цели — идет на обед червям. «Ешь ужин, пока он не остыл, дорогой, поговорить ты можешь и потом», Макьявелли рассмеялся. Он стащил свертело еще одного жаворонка и, разгрызая его крепкими зубами, с любовью посмотрел на Мариэтту. Да, она была хорошей женщиной, бережливой и добродушной. Она всегда печалилась, провожая его, и радовалась, встречая. Интересно, подумал он, знает ли она, сколько раз изменял он ей. Если и знает, то никогда не показывает вида, что свидетельствует о ее здравом смысле и кротости. Кто знает, куда бы он зашел, если бы не она. Он был очень доволен своей женой. Когда они закончили, служанка принялась мыть посуду, а Мариэтта стала укладывать детей спать. Макьявелли пошел наверх снять испачканную верхнюю одежду, которую носил целый день и надеть то, что любил называть своим изысканным и королевским туалетом. У него вошло в привычку проводить вечера в своем кабинете за чтением любимых авторов. Он еще не успел одеться, как услышал, что подъехал всадник, и через минуту голос, который он сразу же узнал, спросил о нем служанку. Это был Бьяджо. Что же за весть привез он ему из города в такой час? «Николо», закричал он снизу, «у меня для вас новости». Подождите минутку, я спущусь, как только буду готов. К концу дня стало холодно, и он поверх блузы надел свою черную дамасскую накидку и открыл дверь. Бьяджо ждал его внизу у лестницы. «Валентино мертв!» «Откуда вы знаете?» «Сегодня из памплона прибыл курьер. Я подумал, вам будет интересно узнать, и вот приехал. Идемте в мой кабинет». Они сели, Макьявелли, за свой письменный стол, а Бьяджо в резное кресло, которое досталось Мариетте вприданное. Бьяджо изложил ему факты, как знал их. Цезарь Борджо разместил свой штаб в деревне на реке Эрбо и собирался напасть на замок графа Леран, самого сильного из мятежных баронов. Рано утром 12 марта произошло столкновение между его и графа отрядами. Цезарь Борджо находился еще в своих покоях, когда прозвучал сигнал тревоги. Он в торопях надел доспехи, вскочил на коня и бросился в самую гущу. Мятежники побежали, и он, не посмотрев, следует ли за ним кто-нибудь, бросился следом в глубокое ущелье, и там окруженный в одиночестве яростно дрался, пока его не убили. На следующий день король и его люди нашли тело герцога, раздетое до нога, потому что одежду и доспехи с него сняли, и король собственным плащом прикрыл его наготу. Макьевелли внимательно слушал Бьяджо, но, когда тот закончил, все так же продолжал молчать. «Хорошо, что он мертв», сказал Бьяджо, немного погодя. Он потерял свои государства, свои деньги и армию, и все же вся Италия продолжала бояться его. Он был страшный человек, скрытный и непонятный. Он был жестоким, коварным и неразборчивым в средствах, но он был способным и энергичным. Ничему не позволял он сбить себя с избранного пути. Он любил женщин, но использовал их только, чтобы получать удовольствие, и никогда не позволял им властвовать над собой. Он создал армию, которая была верна ему и верила ему. Он никогда не щадил себя. На марше он был безразличен к холоду и голоду, а его сила делала его неутомимым. Он был храбр и горяч в сражении. Он делил опасности наравне с последним солдатом. Он был не менее сведущ в искусстве мира, чем в искусстве войны. Он разборчиво назначал своих министров, но принимал меры, чтобы они не выходили из-под его власти. Он делал все, что должен был делать проницательный и дальновидный человек, чтобы консолидировать свои силы, и если его методы не принесли ему успеха, то это не его вина, а просто так сложилась его необычная и чрезвычайно коварная судьба. С его неукротимым духом и величественными планами он не мог вести себя иначе. Его планы не увенчались успехом только из-за смерти Александра и его собственной болезни. Если бы он был здоров, он преодолел бы все трудности. Он понес справедливое наказание за свои преступления, сказал Бьяджо. Макьявели пожал плечами. Если бы он не умер, если бы судьба по-прежнему оставалась благосклонной к нему, он мог бы изгнать варваров из этой несчастной страны и дать ей мир и процветание. И тогда люди забыли бы, какими преступлениями он достиг власти, и он остался бы в памяти потомков великим и добрым человеком. Кого интересует, что Александр Македонский был жесток и неблагодарен? Кто помнит, что Юлий Цезарь был вероломен? В этом мире важно только захватить власть и удержать ее, и все будут восхищаться средствами, которыми вы достигли этого, и считать их благородными. Если Цезаря Борджа считают негодяем, то только потому, что он не достиг успеха. Когда-нибудь я напишу книгу о нем и о том, чему я научился, наблюдая за его действиями. — Мой дорогой Никколо, вы так непрактичны. Кто, вы думаете, будет читать ее? Такой книгой вы не заслужите бессмертия. — Я и не претендую на него, — рассмеялся Макьявелли. Бьяджа подозрительно посмотрел на кипу из писанных листов бумаги на письменном столе его друга. Что это у вас? Макьявелли обезоруживающе улыбнулся ему. — У меня здесь не очень много дел, и я решил убить время, создавая комедию. Хотите, я прочту ее вам? — Комедию? — с сомнением сказал Бьяджо. — Я полагаю, в ней есть политические мотивы. — Совсем нет. Ее единственная цель — развлечь публику. — Ах, Никола, когда же вы будете относиться к себе серьезно, критика обрушится на вас, как подмытая стена. Скажите мне, почему никому не приходило в голову, что Апулей написал своего золотого осла или Петроний сатирикон с единственной целью развлечь публику? Ну, они классики, в этом все дело. Вы хотите сказать, что вещь, созданная для развлечения, как и женщина легкого поведения, становится респектабельной с возрастом? Я часто думал, почему критики начинают понимать шутку, только когда весь ее юмор давно испарился. Они никак не могут понять, что юмор связан с сегодняшним днем. Когда-то вы говорили, что душа, шутки, не краткость, а не пристойность. Вы изменили свое мнение? Совсем нет, потому что ничто не может быть злободневнее непристойности. Поверьте мне, мой добрый Бьяджо, когда люди сочтут, что это не так, они потеряют всякий интерес к воспроизведению себе подобных, и это будет концом самого неудачного эксперимента создателя. Читайте вашу пьесу, Никола. Вы ведь знаете, я не люблю, когда вы так говорите. Макьявелли, улыбнувшись, взял рукопись и начал читать «Улица во Флоренции». Но тут его охватили сомнения автора, в первый раз читающего свое создание другу и неуверенного, что оно понравится, он замолчал. «Это только первый черновик, и я полагаю, я еще внесу сюда немало изменений». Он неуверенно щелкнул пальцем по страницам, он писал пьесу с удовольствием, но две или три вещи произошли независимо от его воли. Герои зажили своей собственной жизнью и сильно отошли от того, что было задумано. Лукреция стала такой же расплывчатой, как и Аврелия, и он не знал, как сделать ее более жизненной. Потребности сюжета вынудили его сделать из нее добродетельную женщину, которую мать и духовник заставляют делать вещи противной ее совести. Пьеро, которого он назвал Лигурио, наоборот, стал играть большую роль, чем он намеревался ему отвести. Именно он и предложил план, на который попался глупый муж. Именно он провел мать Лукреции и монаха. Короче говоря, именно он и дал толчок всему действию и довел его до благополучной развязки. Он был хитер, изобретателен, сообразителен и мило беспринципен. Макьявелли вдруг увидел, что ему самому очень легко рядиться в одежде этого проходимца, а к концу пьесы он понял, что в искусном интригане было много от него самого, как и в сгорающем от любви кавалере, который и был его героем. Подумав о том, что он, как это ни странно, играет в пьесе сразу две роли, он поднял глаза и спросил Бьяджо, «Кстати, вы знаете что-нибудь о вашем племяннике Пьеро?» «Мне как раз недавно сообщили о нем, я собирался сказать вам, но из-за этой новости о смерти Валентино забыл обо всем на свете, он собирается жениться». «Да, хорошая партия, да, он женится на деньгах, вы помните Бартоломео Мартелли из Имолы?» «Он приходился мне дальним родственником», Макьявелли кивнул головой, «когда Имола восстала, он счел за благо убраться подальше и посмотреть, как пойдут дела, он был одним из самых ярых сторонников герцога и потому боялся, что ему придется платить за это, он уехал в Турцию, где у него было дело, папские войска заняли город, прежде чем там успели начаться беспорядки, и Пьеро очень, кстати, оказался в их составе. Кажется, он успел понравиться кое-каким влиятельным лицам, к просьбам которых прислушивался папа и сумел защитить имущество Бартоломео, но сам Бартоломео был изгнан, а потом прибыло известие о его смерти в Смирне, и вот теперь Пьеро собирается жениться на его вдове. «Весьма разумно с его стороны», воскликнул Макьевелли. «Говорят, она молода и красива, ей, несомненно, нужен защитник, а у Пьеро неплохая голова на плечах». Именно такое впечатление он и произвел на меня. «Только в этой бочке меда есть ложка дегтя. У Бартоломео остался маленький сын, лет трех-четырех, мне кажется, а это никак не улучшает перспективы детей, которые могут появиться у Пьеро». «Я думаю, вы можете не сомневаться в том, что он будет лелеять этого малютку так, словно это его собственный сын», сказал Макьевелли. Он вернулся к рукописи. Он не мог не думать, что фраа Тимотео ему удался. Он макал свое перо в желчь и, когда писал, мстительно улыбался. В этого героя он вложил всю ненависть и презрение, которое испытывал к монахам, жиревшим на доверчивости невежественных людей. Если его пьеса провалится, или будет иметь успех, то именно благодаря этому герою он начал снова улица во Флоренции. Он замолчал и поднял глаза. «Что случилось?» спросил Бьяджо. «Вы говорите, что цезарь Борджа понес справедливое наказание за свои преступления. Его уничтожили не его собственные злодеяния, а обстоятельства, над которыми он был невластен. Его пороки факт здесь случайный, они не имеют отношения к его смерти. В этом скорбном и грешном мире, если добродетель и торжествует над пороками, то не потому, что она добродетельна, а потому, что у нее крупнее и лучше пушки, если честность берет верх над вероломством, то не потому, что она честна, а потому, что у нее более сильная армия и более умелые командиры, и если добро побеждает зло, то не потому, что оно добро, а потому, что у него толстый кошелек. Хорошо, когда правда на твоей стороне, но глупо забывать, что будь ты трижды прав, но не вооружен, ты ничего не достигнешь. Мы должны верить, что Господь на стороне людей порядочных, но нет никаких свидетельств того, что он спасает глупца от последствий его глупости. Он вздохнул и начал читать в третий раз «Улица во Флоренции». Конец книги Октябрь 1994 года Звукорежиссер Алла Тополева читала Валерия Лебедева Флоренци